Жандарм Европы. Обращайтесь, если надо. У кого проблемы? Мы приедем. У нас самая большая армия, и мы доминируем на континенте. Никогда такого не было. Фактически, Черное море становится морем на двоих. Для России и для Османской империи. Николаю сносит голову, начинается одна за других цепочка фатальных политических ошибок, которые, в конце концов, приведут к тому состоянию, в котором оказывается Россия в 1854 году. Пирогов и его подчиненные, как сестры Милосердия, так и работавшие врачи, они имели четкую инструкцию при первой же перевязке, чтобы остановить кровопотерю, вместе с фельдшером-врачом определить степень тяжести раны. Наши, уже организовавшись, стреляют с боков, то есть не попали под кинжальный перекрестный огонь. Сейчас под Севастополем есть отдельное кладбище итальянское. Большая часть там свою могилу и нашла. Ни за что, ни про что. История там для чего нужна? Для того, чтобы не наступать на грабли стараться повторно. Надо трезво оценивать все, что было, и ошибки, и успехи, и достижения, и делся. Из этого правильные выводы. Швеция очень хотела ввязаться в войну. У нее аж зудило. Это была очередная 39-я попытка Швеции отомстить еще за поражение от Петра Первого, отомстить за Полтаву. Австрия выглядит на переговорах в Париже, как выжатый лимон, из которого Англия и Франция выжали все соки для своего five o'clock английского чая. И потом эту тухлую кожуру ненужную выбросили. Поразительная европейская традиция, она меня все шокирует. Публичная брачная ночь, при многих европейских дворах первая, и публичные роды. Времена меняются, люди остаются те же самые. Тема нашей сегодняшней встречи — Крымская война. Война, которую называют в западной историографии восточной. Восточная, потому что на восток от тех стран западных, которые считают себя в этой войне победителями. Но прежде чем говорить о войне, про которую много снято кино, много книг написано, начал бы с того, что было в нашей стране накануне войны, что из себя Россия представляла. Середина 19 века, 1850 год. Россия на пике своего имперского величия. Николай I был очень организованный человек. Он военный, педант, видимо, это от Павла у него пошло, да и от бабушки Екатерины. Александра I педантизм проявлялся в невероятных мелочах. Николай I вставал всегда в одно и то же время, много работал, делал зарядку, любил, чтобы у него в империи был порядок. Порядок во всем. Если, например, его императорское величество канцелярия была создана Петром I в свое время, это был такой секретариат. Письма подготовить, что-то написать. При Александре I канцелярия превратилась в некое подобие у департамента или управления контролем. Контролировала исполнение императорских распоряжений и указов. Также готовила указы, касающиеся кадров, присвоение чинов, присуждение титулов. В одном флаконе это был департамент контроля и департамент кадров. При любившем порядок Николая, его императорская канцелярия, это как просто зеркало его души в данном случае, стала полноценной администрацией президентства в современном смысле этого слова. Мы все знаем про третье отделение, которое выполняло функции политической полиции. Отделений было не три, отделений было больше. Первое занималось контролем и кадрами, второе отделение занималось законодательством. Тогда же не было Государственной думы, Федерального собрания, парламента. Кто-то должен писать закон. Написанием и кодификацией законов занималось, собственно, второе отделение канцелярии его императорского величества. Ну и еще отчасти помогал Минюст. Кстати, главным управляющим второго отделения был Спиранский. Тот самый Спиранский, возвращенный из ссылки и поднявшись обратно, но не на самые вершины, но довольно высоко во властной иерархии. Тот, который занимался всеми либеральными реформами при молодом Александре. Третье отделение – это политическая полиция и жандармы. То есть это функции современного ФСБ, раньше НКВД, ГПУ, ВЧК. Наверное, функции значительно шире, чем у ФСБ на самом деле. Я их мог бы перечислить, вы удивитесь. Наверное, будет отдельная лекция, посвященная третьему отделению. Там много всего забавного. Она вообще такая юмористическая. Вы даже себе представить не можете делами, которые занималась политическая полиция времен Николая. Чисто, знаете, как я была? Всех силовиков центрального аппарата под руководством Бенкендорфа всесильного, стоящего, как писал Герцен, вне закона и над законом. Ну, у него был исполнительный аппарат, как бы сейчас сказали, это жандармы. Назывался отдельный жандармский корпус. Он подчинялся главе третьего отделения. В одном лице он же шеф жандармов. Они носили голубые мундиры такие красивые, отличались от армейских и следили за всем. Жандармский корпус был 5 тысяч человек на империю. А центральный аппарат Лубянка, знаете, сколько составлял? Он невероятно разросся. К концу царства Николая все-таки 30 лет. Видимо, ему там Бенкендорф, а потом Орлов, другой руководитель третьего отделения, племянник Гриши Орлова, фаворита Екатерины. Писали ему докладные, что людей не хватает, завалены бумагами, дела, допросы, чем они там занимались, явки, пароли. В процессе царствования за 30 лет штат третьего отделения всесильно удвоился и достиг 70 человек. Четвертое отделение, оно занималось социальными вопросами, благотворительностью, вопросами женского образования. Пятое отделение занималось государственными крестьянами. Был такой замечательный либерал, очень эффективный министр. Совершенно неизвестный сегодня граф Киселев. Он провел замечательную реформу государственных крестьян, которая потом предопределила во многом развитие капитализма в России. Из этих крестьян вышли успешные предприниматели. Они были уже лично свободны еще до отмены крепостного права. И их численность, в общем, была сопоставима численностью крепостных. И последнее шестое отделение занималось вопросами Кавказа. К тому же еще третье отделение выполняло функцию Центра исследования общественного мнения. Такой был в ЦОМ современный. Они смотрели, что думают на местах, ну, как могли, опрашивали кого-то. И писали ежегодные доклады императору об умонастроениях в обществе. Хотя отчеты писали очень интересные, но, скажем откровенно, правды не говорили. И как покажет начало Крымской войны, представление у императора, он был умный человек. И въедливый, и вникал во все. Но представление о состоянии дел в империи у него было не очень. Внешне казалось все красиво. Никакой оппозиции нет. Все его поддерживают. Ни системный, ни бессистемный, никакой. Какие можно за время Николая оппозиционные политические процессы после восстания декабристов найти? Там Чадаев напишет какое-то философическое письмо. Но он, парень, вообще был такой пессимистически настроенный. Все ему не нравилось. Все пришли в ужас от этого письма. Хотели в Сибирь отправить, потому что оскорбляет веру царя и отечества. Подрывает национальный дух. Журнал закрыли. Редактора сослали куда-то. Затем цензора уволили, который пропустил это письмо. А что делать с Чадаевым, с автором? Тоже хотели в Сибирь, но злой Бенкендорф за него заступился. Сказали, да ты какой Сибирь? Он же просто больной. Нормальный человек такое написать не может. Давайте его объявим умалишенным. Выглядит красиво и вроде как не обидно. Но объявили его не умалишенным, а ментально нездоровым, как бы сейчас сказали. Что вы думаете с ним сделали? Смирительные рубашки, пытки током в сумасшедшем доме. Ему рекомендовали воздержаться от холодного петербургского воздуха. То есть это сидеть дома называется. Мягкая форма домашнего ареста. Не очень долго он сидел дома. С ежедневным обязательным посещением врача за казенный счет. Врач приходил и смотрел, как он себя чувствует. Давление мерил. Не знаю, что он с ним делал. Беседовал с ним. Было объявлено, что человек ментально нездоров. Потом было еще плохое дело, совсем плохое. Дело Петрашевцев. Потому что никакой оппозиции нету. А третье отделение есть, полиция есть. Министерство внутренних дел есть. Надо же как-то доказывать свою полезность. Поэтому были Петрашевцы. Какие-то приходят в голову ассоциации со словом Петрашевцы? Наверняка. Кто сказал Достоевский? Молодцы. Достоевский, конечно. Достоевский был одним из членов кружка Петрашевского. Ну, на самом деле, кружков этих было несколько. Только одним из них руководил Петрашевский. Просто так назвали, обобщили. Как декабрист. Это не было единой организации. Петрашевский был воспитанный, хорошо образованный молодой человек. Ему лет 30 еще не было. У него папа знаменитый врач, хирург. Большая квартира в центре Петербурга. Папа умер, квартиру оставил по наследству. Сын работает в МИДе. Хорошая работа. Закончил царско-сельский лицей. Элита. Вот на квартире собирались друзья. И за ужином обсуждали разного рода идеи социалистические. Здорово было бы, чтобы все жили вместе, дружно, коммунной. И Петрашевский даже попробовал у себя коммуну построить в имении, в дворянин. Папа по врачебной линии дослужился до генерала медицинских войск. Он действительно статский советник. Коммуну давайте построим. Какое-то здание. Будем там все вместе жить и работать. Такой каворкинг и каливинг в одном лице. Но крестьяне что-то не поняли. Запозрали подвох. И сожгли каворкинг. Каворкинг. Поэтому больше решили коммуну не строить. Просто собираться в Питере в квартире. И говорить за жизнью. Ну а там, когда выпьешь, естественно, хочется поговорить о политике. Естественно, говорили о политике. Читали запрещенное письмо Белинского Гоголю. Гоголь написал консервативное, как мы помним с вами, весьма произведение. Белинский его раскритиковал. За границей переписывались, а копии от руки распространяли здесь. По тем меркам это было страшное хамство. Это письмо Белинского. Это просто было хуже, чем пусерайт. Просто кошмар. Страшное оскорбление веры православной русского народа и православной церкви. Оно было запрещено. На границе подлежало изъятию. Публичное чтение и обсуждение письма Белинского подходит под какую статью Уголовного кодекса? М? 282 экстремизм. Тогда это называлось богохульство. У них там нашелся, естественно, доброжелатель. Бывший друг Пушкина, приятель, который по совместительству работал где-то осведомителем. Он решил сделать себе карьеру. Написал на них донос. Не по линии третьего отделения. Третье отделение слишком либеральное. По линии полиции. МВД решило, что вот пришло время получить генеральские погоны кому-то. Вскрыли заговор. Собираются в квартире каждую неделю по пятницам. Запрещенную литературу изучают. Раздули страшное дело. Дубельт, тогда шеф жандармов, дело пытался затормозить. Полная чушь какая-то. Кого мы в чем обвиняем? Петрашевцы. Какие-то молодые люди по пьяни что-то там читают. Орлов отмахнулся от этого, от всего. Но в конце концов раздули, донесли до императора, показали, что это заговорщики хуже Пугачева. Страшное дело. 21 смертный приговор в результате. Декабристы, да? Военный мятеж в центре столицы. С оружием, стрельба. Сотни погибших. Пять смертных приговоров. Петрашевцы читают письмо Белинского. 21 смертный приговор. Отвратительное, омерзительное было дело. В конце концов, по как раз ходатайству третьего отделения, смертный приговор в последнюю секунду отменили, как мы помним с вами. Заменив ссылкой каторгой, активным участником. Там было под следствием человек 150, включая Салтыкова, Щедрина. Достоевский прямо с Петрашевским общался, уходил на квартиру. В декабре построили на плацу помост деревянный, три столба таких, только поменьше. Балахон на голову, как вот такой куклос-клан, только без прорези. Балахон, напротив расстрельная команда, заряжает ружья, привязали к столбу. Сначала гражданская казнь, сначала над головой у всех. 21-го сломали, кто был дворяне, сломали шпагу. Исключение из дворянского сословия и лишение всех прав в состоянии. Естественно, экс-поручикам инженерных войск, Достоевским, тоже шпагу сломали. Потом первых трех на расстрел. Остальные 18 смотрят за этим, потом их дальше тройками будут вести. Привязали к столбу, Балахоны. И в этот момент застают из широких штанин бумагу, говорят, указ государя-императора о помиловании. Один из трех сошел с ума. Привязанных. По-моему, по фамилии Григорьев. Петрашевского в Сибирь. Достоевский получил 4 года каторги. Потом послужил солдатом. Более года. Жизнь его перевернулась полностью. Он стал очень консервативным, монархически настроенным. Православным автором. Политически, кроме вот этих придуманных, к сожалению, позорных петрашевцев и полуанекдотичного Чадаева, собственно, никакой позиции нет. Ничего нет. Все спокойно. В экономике промышленный рост, наверное, не так хорошо, как в Англии, но даже не было интернета. Мы не могли сравнивать. Нам казалось, что хорошо. Строим железные дороги. Как я рассказывал на лекции по Николаю, железная дорога Москва-Петербург самая длинная на тот момент в мире. Не долго, а потом американцы нас переплюнули. Бешеных денег стоило. Американцы строили гораздо дешевле, потому что не воровали. Там частный бизнес. Как государство заказчик, так сразу. Смета. Но, тем не менее, экономика развивается. Опять же, реформа государственных крестьян. Горное дело развивается. Вроде все хорошо. Внешняя политика. Но внешняя политика просто все прекрасно. Потому что Россия – главная сверхдержава мира на тот момент. Пытается с нами соперничать Британия. Почему пытается соперничать? Потому что экономически вроде как они посильнее. Но у нас самая большая армия, и мы доминируем на континенте. Турция и Персия разбиты. С Персией очень выгодный договор мирный заключает Грибоедов. Он хорошо торговался с персами. Как писали потом, Грибоедов был прекрасным рекламщиком. Поэтому он умел дешево купить и дорого продать нашу позицию. С турками тоже победоносная война. Территория наша расширяется в Закавказе. Присоединяется Ереван, Начихивань. Причем все прекрасно. С турками, кстати, мирные переговоры вел Алексей Орлов. Будущий шеф третьего отделения. Выдающийся дипломат, надо сказать. С Польшей 1830-31 год польское восстание быстро разобрались. Жестко, но быстро. Во всей Европе после экономического кризиса это был первый большой экономический кризис, кризис общеевропейский 1747-48 год. Волна революции по всей Европе, но кроме нас. У нас все спокойно. У нас хорошо. По итогам русско-турецких войн и последующих дипломатических договоренностей мы достигаем уникальной позиции на Черном море. Никогда, ни до, ни после мы таких преференций не получали. Во-первых, у нас беспрепятственный проход через Босфор и Дарданеллы как для торговых судов по заявке, так и для военных судов. Беспрепятственный. Но мы получаем право закрывать пролив для любой третьей страны. Мы не хотим, чтобы английские корабли заходили. Туркам команду закрывайте проливы, поднимайте цепь. Все. Никогда такого не было. Фактически, Черное море становится морем на двоих. Для России и для Османской империи. При этом нельзя сказать, что Николай действовал неразумно во внешней политике. Он действовал очень рационально. Он не передавливал. Где мог, отступал. Например, у него было несколько возможностей отжать территории на Балканы вплоть до присоединения к России. Аккуратно отступал. Не передавливал. Говорил, да, это будет наш протекторат. Мы берем под покровительство христиан Молдавии и Валахии. Территория современной Молдавии и отчасти Румынии. Но нет, нам чужая земля не нужна. А возможность была. Далее. Польша – это такой чемодан без ручки у Российской империи. И надо отдать должное Николаю. Вы думаете, что? Пытался с поляками жестко разобраться? Невероятно, но факт. После польского восстания Николай несколько раз предлагал Польшу кому-нибудь отдать. Ну, не всю, конечно. Кроме того, что бабушка Екатерина получила. Кроме Западной Украины, Западной Белоруссии. Вот это вот вся Варшава. Ну, их куда-нибудь подальше. И он предлагал то их отдать Австрии в обмен на, естественно, на какие-то земли и преференции на Балканах. С хорошими славянами, добрыми. Предлагал Пруссии часть Польши забрать. Никто не хотел. Никто не хочет. Ну, ладно. Будем сами с ними возиться. Более того, Николай проявляет большую гибкость во внешней политике. Мы с турками воюем без остановки. Со времен Золата-Ордынских времен. В зале, если кто ходил на экскурсию, есть прямо такая отдельная экспозиция «Битва при Молодях». Она гораздо важнее, чем Куликовская для русской истории. Подзабыли немного. Плюс времена Ивана Грозного, они всегда были непопулярны в части популяризации. В «Битве при Молодях» участвуют янычары. Вот здесь, под Москвой, Серпуховской район. Янычары. Целый корпус дается в усиление войску крымского хана, чтобы взять Москву и разбить Ивана Грозного. Я к чему это говорю? То есть, испокон веков мы воюем с Турцией. Кто прекращает воевать с Турцией? Николай I. Турция – больной человек Европы. Там вообще все разваливается. Там давно уже пик славы прошел. У Константинополя, правильнее сказать, выходит из-под подчинения Египет. Египет – это провинция. Огромная, очень важная, богатая турецкая провинция. Войско египетского Паши громит турецкую армию и движется к Константинополю. На защиту выходит Николай I. И как-то все успокаивается. После этого как раз проливы становятся нашими наполовину. Договорились. Поэтому все хорошо. В Средней Азии идет постепенное движение на юг. Мы движемся в сторону Афганистана. Это, конечно, англичан волнует, но мы этого еще не понимаем, что их очень волнует. Мы движемся на Дальнем Востоке. Все новые и новые земли осваиваем. Ну и, наконец, вершина величия Николая I, после которого, мне кажется, он и потерял чувство реальности во внешней политике. Но он и раньше ошибался. Ошибался, но и справлялся. А тут 1848 год на территории Австрийской империи вспыхивает национально-освоительное восстание, так называемое венгерское восстание. Ну, суть простая. Венгерская знать. Налоги, как обычно, платить не хочет. Хочет сама собой владеть. Хорошая армия венгерская. Ничего Вена с этим сделать не может. Тем более, что это наслаивается на смену в Вене новый император. Молодой Франц Иосиф. Считайте, до Первой мировой войны будет руководить Австрией. Франц Иосифу тогда 18 лет. Мальчик, юноша. Ничего не получается. Венгеры всех громят. Франц Иосиф обращается в рамках Священного Союза. Заключен в Вене между государями и императорами. В первую очередь между русским, австрийским и прусским, он обращается официально с просьбой к Николаю о вооруженной помощи. С просьбой ввести русские войска на территорию Австро-Венгрии, чтобы помочь подавить венгерское восстание. Иван Паскевич, любимый фельдмаршал, в два месяца уполировал венгерскую освободительную армию. И все. Вся Австрия не могла с ними справиться. А мы вот так вот раз. Нет никого венгерской больше армии, ничего нет. Мы непобедимы. Лучшая армия мира. Жандарм Европы. Обращайтесь, если надо. У кого проблемы, мы приедем. Пришлем вам миллион зрителей в серых шинелях, как помните, он писал, которые освистают театральную постановку. По разным воспоминаниям говорят. Франц Иосиф чуть не руки целовал Николаю, а Николай писал, я отношусь к нему как к сыну. Он пробуждает во мне отцовские чувства. Какой милый, любезный, воспитанный молодой человек. Молодой человек потом покажет себя. С Пруссией мы просто родственники. Потому что Николай женат на прусской принцессе. Это просто одна семья. Ближайшие родственники. Поэтому ожидать от близких, родных людей, ближайших, чего-то дурного невозможно. То есть священный союз по-прежнему официально существует. И вот тут вот начинается, Николаю сносит голову, начинается одна за других цепочка фатальных политических ошибок, которые в конце концов приведут к тому состоянию, в котором оказывается Россия в 1854 году. Состояние, в котором она не была никогда со времен смуты. или, может быть, со времен 17 века покопаться в истории. Но уже Петр воевал со шведами, имея союзников. Не начинал боевые действия с европейской сильной армии, не обретя союзников в лице, как мы помним с вами, Саксонии и Дании. Николай окажется в полной международной изоляции. Вообще без союзников. Один против всей Европы. Европа тогда совсем другая, чем сейчас. Тогда государств было мало. Возьмите вместе Англию, Францию, Австрию, Западную Италию с Сардинией и Германию, то бишь Пруссию. Там почти ничего не остается. Вся объединенная Европа. По крайней мере, по военной мощи точно. И они все против нас. Как так получилось? Во-первых, во Франции появился новый император. Помним с вами Наполеон Третий. Племянник Наполеона Бонапарта. Потрясающего везения человек. С нереальной судьбой. Он же пытался военный переворот, как его дядя сначала устроить. И вот посадили в тюрьму. Несколько лет отсидел. Бежал из тюрьмы. Практически узник замка Ив. Потом он куда-то бежал, по-моему, за границу. Потом вернулся. Баллотировался в парламент. Избрался депутатом. Потом его избрали президентом. И уже будучи президентом, по методике отработанной дядюшкой, оппозицию разогнал, парламент перестроил, провел плебисцит и всенародным голосованием стал императором всех французов. Наполеоном Третьим, Монапартом. Николай недооценил степень его амбиции, можно сказать, популистского таланта. Николай, в те времена это было очень важно, он относился к нему как к незаконному государю, потому что так не бывает в плебисцит, сам себя. И поздравляя его с вступлением на престол, все-таки поздравление он написал, обращается он к нему по-французски, естественно, родной Монами, мой друг. Хорошее приятельское обращение, но по тем временам это как пощечина публичная, потому что обратиться мой друг можно к приятелю в кофейне, к суверенному, самодержавному властителю, другой суверенный самодержавный властитель может обратиться только мой дорогой брат. А мой дорогой друг, это значит, что он его не считает ровней. Другой бы, может быть, истерпел, но не Наполеон. Он закусил по полной программе. Плюс у них были еще и объективные интересы против России. Франция интенсивно расширяла свои колониальные владения, Франция хотела реванша за 812 год. Наполеон оказался очень гибким политиком, чего тоже Николай не ожидал. Вторая ошибка, самая большая ошибка, это надежда на Англию. В очередной раз на одни и те же грабли в объятия англосаксов. Николай считал, что англичане приличные люди. Правда, непонятно, какая-то монархия странная, ну ладно, если им так удобно, то бог с ним. Он был с длительным официальным визитом в Англии и разговаривал со всеми английскими первыми лицами, как бы сейчас сказали, довольно откровенно, о перспективах будущего мира и о будущем разделе османских владений. Официальные лица английские стояли, слушали внимательно, кивали головой, говорили, очень интересно, да, это перспективный план. Николай говорит, вот как насчет того, чтобы, например, проливы были наши, мы вас будем туда пускать, но в целом мы хотим контролировать в интересах безопасности европейской. Это очень интересно, да. Николай говорит, а вот мы вам Египет, например, можем отдать, все равно там беспорядок сплошной в Египте. Египет очень богатая земля, да, в интересах Британии это все очень интересно. А как вы к Криту относитесь? Крит очень важная территория. Они кивали головой, ни одного документа не подписали. Но Николай убедил себя в том, что он понимает и чувствует, чего хочет Англия. Непосредственно уже перед Крымской войной он решит перестраховаться. Вызовет к себе английского посла, тогда у послов были совершенно другой функционал, чем сегодня. Это были полноценные, полноправные представители глав государств. Это не были мидовские чиновники в современном представлении этого слова. Он вызвал очень опытного, авторитетного английского посла и, сопершись с ним вдвоем, это все известно из записок этого посла, просто ошарашивал следующим предложением накануне Крымской войны. Вы подозреваете нас в стремлении разрушить и уничтожить Турцию. Это не так. Мы заинтересованы в Турции, чтобы она сохранялась как государство. К сожалению, сохраниться Турция как государство в нынешних границах не может. Это больной человек Европы, у него нет сил контролировать такие огромные территории. Все это порождает опасность революционного брожения и всякого рода гражданских войн, как мы видели сейчас на примере войны с Египтом. Поэтому я предлагаю следующий вариант. Исконные славянские земли на тот момент, славянско-православные, скажем так, Молдавия, Валахия, Сербия станут независимыми государствами от Турции полностью под российским протекторатом. На тот момент это были либо часть Турции, либо, наоборот, полунезависимые княжества под турецким сильным протекторатом и частично под протекторатом российским, но только частично. Они станут нашими доминионами. Посол молчит, кивает головой. Босфор и Дарданеллы. Их надо брать под контроль, потому что иначе произойдет непонятно чего. Но навсегда мы их забирать не будем. Николай как бы так пробрасывает, но не договаривает. У них будет потом особый статус. Но мы оговорим какой? Не сейчас. Но под контроль мы их возьмем. Ну мы, русский флот, мы под контроль их возьмем, чтобы там был порядок. А потом договоримся. Понимаете, да? Где русский флаг поднят, там он спускаться не должен. Ну, чтобы не пугались. Под контроль. Но мы понимаем ваши интересы. Египет и Крит будут английскими. Забирайте их целиком себе, прямо, как часть Британии. Посол кивает, говорит, это очень интересно, я проинформирую руководство. Нам надо что-то подписать с вами. Николай говорит, мы же джентльмены с вами, ничего подписывать не надо. Мы друг друга поняли, руку пожали. Если вы передадите и скажете, что там тоже все поняли, будем считать, что мы договорились. По-джентльменски. Нерасширение НАТО на восток называется. Договорились. Руки пожали. Следующая ошибка Николая, это полное непонимание интересов Австрии. Он почему-то думал, что Австрия будет по гроб жизни ему благодарна. За то, что он, собственно, спас Австрию от полного разгрома. Ничего из этого не получилось. У Австрии были свои национальные интересы, у Австрии были интересы на Балканах. Она совершенно была незаинтересована в том, что Балканы становились русскими, поэтому Австрия нанесет удар в спину Николаю во время Крымской войны, которую он совершенно не будет ожидать. Он надеялся на Союз активную помощь со стороны Пруссии, активную военную помощь. Пруссия полностью самоустранится, а в конце даст понять, что она тоже за Запад. Потому что Пруссии свои интересы, ну, родственники, у нас свои интересы. Вы знаете, нам надо объединять немцев, нам надо объединять Германию. Вот она наша цель ввязываться в войну против Европы всей, тогда нам точно немцев объединить не дадут. Поэтому будет юлить, юлить, юлить. И Бисмарк потом скажет как-то очень ярко, что Пруссия юлила как баллонка или как домашняя собачка там бегала вокруг Николая, лишь бы ни под чем не подписываться. Он недооценит Швецию. Швеции будут свои интересы. Швеция хочет назад Финляндию. И она готова под заварушку забрать Финляндию себе, как минимум. Нам придется держать воинские части на северной границе с учетом шведской угрозы. Николай вообще не обращает внимания на такую мелочевку, как Италия, Сардиния. Сардиния пришлет против нас экспедиционный корпус. Он совершенно не понимал степень влияния Франции и особенно Англии в Турции. Дело в том, что в Османской империи Англия действовала так же, как сейчас действуют Соединенные Штаты во всем мире. Это был такой пример SoftPower. Сейчас финансируют НКО, они финансировали все возможные турецкие организации, которые хоть как-то влияют на принятие решений и просто напрямую финансировали на зарплате, держали ведущих турецких чиновников. Вкладывали огромные деньги. Плюс англичане сделали такой режим торговли с Турцией, который поставил Турцию в довольно сильную финансовую зависимость от английских товаров. И если бы они вдруг с Англией разорвали, это привело бы Турции в большие экономические проблемы. Ничего не напоминает. Экономически Турция не могла отказаться от хороших отношений с Великобританией. Помимо того, что лично это было конкретным людям невыгодно. А Николаю, кажется, что все хорошо. Что вот сейчас самое время, мы сильны, как никогда, с англичанами договорились. Самое главное, англичане и французы ненавидят друг друга абсолютно. Враги со времен Вильгельма-Завоеватели. Они все время друг с другом воюют. Поэтому никакой союз между Англией и Францией невозможен в принципе. Если мы начнем в войну с Турцией, ну, что будет? Может быть, кто-то за них впишется. Кто? С англичанами я договорился. Австрийцы за меня. Пруссия за нас. Мелочь итальянскую не считаем. Остается одна Франция. Ну, вряд ли она впишется за Турка. Что им там надо в Турции? В одиночку мы их разобьем. Второй 812 год устроим. Им еще раз в Париж войдем. На Париж. Париж наш. Все нормально будет. Наполеон тайно договорился с англичанами о союзе. Письменно. С договором. Такой гибкости никто от него не ожидал. Причем они договорились не так, как мы по-джентльменски. Договорились конкретно о совместных военных действиях против Российской империи в случае войны России с Турцией. Потому что у них есть общий интерес. Общий интерес не допустить усиления России и прохода России в Средиземное море. Если мы получаем Босфор и Дарданеллы, Средиземное море становится открытым морем, мы ведем свободную торговлю, мы продаем сырье там. Прямо вот означает, что газопровод и нефтепровод поступают прямо напрямую в квартиру. Уже не отключить его. Все. Мы становимся сырьевыми монополистами. Этого допустить нельзя. Русские должны все перепродавать в Петербурге где-нибудь. Английскими судами это мы будем все и французскими отчасти все вывозить. Николай был уверен, что мы сильны, как никогда. Самая большая континентальная армия, не знавшая поражения ну со времен Австерлица, но Австерлица такое ограниченное поражение со времен русского похода, нарвы. Армия не знает поражения вообще. Флот не знает поражения. Поэтому все хорошо. Что происходит у нас на самом деле? Силовики, находящиеся в таком большом авторитете у Николая доминируют во всем. Половина правительства гражданского это военные, это генералы. Оберпрокурор Синода гусарский полковник, компетентный человек, разбирается в церковных вопросах. Николай I не понимает того, что все последние войны мы вели с заведомо более технически слабым противником. Да, храбрым. Турки, персы, храбрые солдаты. Ну, венгры, поляки. Но это технически более слабый противник. Мы били их легко за счет организации и такой же либо лучшей техники, лучшего вооружения. А на самом деле у нас треть солдат умирала на тот момент не на поле боя. Треть солдат умирает от ранения в госпиталях, потому что снабжение не очень хорошее. Медицинская служба во времена 1812 года считалась нормальной. С той поры мир сделал большой шаг вперед. Уже много чего организовано в части медицинской службы, а у нас все на уровне 1812 года. Снабжение, медицина, транспорт. Англичане построят в Крыму молниеносно, как Павка Корчагин, железную дорогу из бухты прямо в военный лагерь, чтобы подвозить боеприпасы оперативно с кораблей, вооружение тяжелое. А у нас строительство железной дороги это национальный проект. Мы будем подводами через всю центральную Россию, через перешеек. Севастополь ведь не был блокированным, с вами помню. Он не был в блокаде, как Ленинград. Можно было доставить туда все, но это было так долго и так неэффективно, а потом через все эти крымские степи сухие, через зной, через мороз. англичане из Англии и Франции доставляли припасы своей армии быстрее, чем мы из центральной России по собственной территории. У них электрический телеграф, мы изобрели телеграф у нас, но у них внедрили быстрее и лучше. У них железные дороги, у них консервы уже, поэтому меньше отравления, у них пароходы, у нас тоже были пароходы, парафрегаты их называли, но мало, у них много, и у них эти пароходы оборудованы современной артиллерией, у нас тоже есть эта современная артиллерия, это не ядра, такие специальные термические бомбы, меня узкие специалисты, инженеры поправят, они разрывались и взрывали все вокруг, у них большинство артиллерии именно такое, у нас тактика военная 812 года, колонны, братушки, штыковой удар понеслось, у них рассыпные цепи, у них ружья другие, такой миф, что у них только было нарезное оружие, понимаете в чем разница, нарезного оружия, изнутри резьба, и поэтому летит дальше пуля, во-первых, а во-вторых, прицель негоразда, поэтому у них прицельная стрельба до 300 метров, а у нас 100, из гладкоствольного оружия, пуля летит дальше, она уходит в 100, ты из 100 ты не попадешь, надо быть суперснайпером, ну 100 прицельно, это максимум, у них до 300, вообще штуцера, нарезное оружие изобрели еще в 16-17 веке, просто было очень дорогое, сложное в использовании, как-то оно не приживалось в массовом использовании, у нас было, у нас даже в войну 812 года егерские команды вооружались штуцерами, которые полосные пера были, но у нас мало этого оружия, а во французской армии, ну наверное две трети, в английской сильно больше половины, как в этих условиях вообще можно воевать, непонятно, они тебя убивают, ты даже подойти на расстояние выстрела не можешь к ним, мы еще как-то воевали, помните левша говорил, у них ружья кирпичом не чистят в Англии. Это вообще была война совершенно нового типа, перхона велась по всему миру, мы все время говорим Крымская война, как будто она была только в Крыму, театры военных действий следующие, Крым весь, юг Новороссии, Николаев, Одесса, Затем естественно Дунайские княжества, и мы с севера здесь заходили, пытались дойти до Константинополя, Дунайские княжества и Болгария, далее Кавказский фронт военных действий, вот отсюда вплоть до крепости Карс, это территория современной Турции, далее Балтика, Кронштадт, Аланские острова Свяборг, Белое море, побережье сейчас Мурманской области, Соловецкий Архипелаг, Устье Двины, Архангельск, Камчатка, Петропавловск, Камчатский, Сахалин, в районе Устья Амура, ну еще были гонки по Тихому океану, я потом о них расскажу, смотрите, и конечно инфраструктура империи этого не выдерживала, почему называют это войну мировой или там предмировой, вот я придумал в свое время такое название, может не я придумал, мне кажется, что я придумал, нулевая мировая, мы даже сняли интересную драму в нескольких сериях, почему нулевая мировая, потому что, во-первых, вовлечены все крупнейшие державы мира, европейские, плюс Турция, а во-вторых, она идет практически везде, совершенно другая роль тыла, не так, как раньше, новый флот, роль пароходов, новые коммуникации, ну это как Старлинк сейчас, так и тогда, они подводный кабель протянули из Крыма, 400 километров, чтобы быстро сообщать в Европу донесения, получать информацию обратно, новая тактика, траншеи, пулеметов, слава богу, не изобрели, но стрельба из ручного оружия издалека, не было таких классических полевых сражений, как Аустер, Лиза Бородино, когда сходятся большие массы войск, новые средства массовой информации и вообще большое влияние, которое оказывали СМИ на войну, впервые появляются фронтовые корреспонденты, наиболее знаменитый Уильям Рассел, фронтовой корреспондент газеты Таймс, много писал критического в отношении происходящего, что имело большую пользу, потому что англичане делали выводы из своих ошибок по ходу военной кампании, об ошибках они узнавали из Таймс. Тираж Таймс на тот момент, невозможно себе представить, благодаря вот этим фронтовым актуальным публикациям, знаете, какой был? Не в цифрах, цифры ничего нам не скажут. Тираж Таймс превышал тираж всех английских газет, крупных, вместе взятых. Вся пресса делилась на две части. Сейчас такого нет нигде. Таймс и все остальные. У нас тоже были фронтовые корреспонденты. Наверное, одного из них вы даже знаете. Правда, не печатали актуальных репортажей, но печатали с некоторой задержкой художественные репортажи фронтовые его. Да, 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 поручик Толстой, артиллерийский офицер, фронтовая проза, то, что он писал. Другим популярным фронтовым корреспондентом был еще молодой человек по фамилии Столыпин. Предок. Наши вообще гравюры делали массовым тиражом и распространяли в войсках, ну или на гражданке. А у англичан и у французов была фотография. Они уже публиковали фотографии. У нас фотографий еще не было. У них появились первые фронтовые фотографы. Огневая мощь совершенно другого качества, чем была раньше. Причем, благодаря хорошему тылу и снабжению, к сожалению, у наших противников огневая мощь нарастала от месяца к месяцу. То есть обстрелы Севастополя с каждым разом становились все тяжелее, все более разрушительными. А у нас огневая мощь падала. У нас к концу севастопольской кампании просто закончились снаряды. Все. Артиллерия стояла без ядер, без бомб. Пороха не хватало. Соответственно, вот эти коммуникации обеспечивали возможности мобилизации. Если мы берем с вами один наиболее известный участок боев в Крым, в начале осады Севастополя сентября 54-го года объединенные силы в 65-70 тысяч союзников, через год 200 тысяч. То есть у них все время пребывали подкрепления. У нас тоже пребывали, но не в таких масштабах. Мы все время сильно проигрывали им численно. У них подавляющее преимущество помимо техники, вооружения, всего, коммуникации в живой силе подавляющее. У нас было мобилизовано, мобилизация не тут слово, наверное, рекрутский набор 300 тысяч. Мы даже не успели дойти до Севастополя. Пока собрали, пока одели, пока обули, пока и вооружили, как-то обучали. Из этих 300 тысяч, по-моему, до Севастополя дошло буквально тысячи. В общем, это была совсем другая война. С чего она началась? Начало было как в анекдоте. Кто читал «Бравого солдата» Швейка? «Забили нам Фердинанда», сказал Швейк. По-русски нельзя пересесть. «Убили нам Фердинанда». С такого непонятного повода, еще более странного, началась эта война. С того, у кого будут ключи от двух церквей в Иерусалиме, от храма Рождества Господня в Вифлееме, там еще от одного храма. По традиции эти ключи хранились, когда храмы закрывались, контролировали ситуацию в этих храмах, сбор, в том числе, и пожертвований, контролировали православные священники греческой церкви. Не нашей, греческой церкви. Греческие православные священники, они по гражданской линии вообще-то получаются граждане Османской империи. Но Плён Третий провел целую сложную политическую интригу, убивая сразу несколько зайцев, и обольстив турок, уговорил их передать контроль над этими храмами католическим священникам, там же находящимся. Какие вопросы этим решались? Первое. Наполеон не повторял ошибок своего дяди, который относился к церкви вот так вот, пренебрежительно. Он был добрым католиком, поэтому церковь его поддержила. Он расплатился таким образом с католической церковью за поддержку. Раз. Он поддержал католическую церковь своих священников в Иерусалиме, потому что ключи это еще контроль за кассой храма. Много паломников, много жертвователей. И третье. Он таким образом просто утер нос на глазах у всей Европы Николаю. Ну, конечно, Николай, по идее, мог бы это не заметить. Во-первых, православные священники, но не наши, не русские, в конце концов. Ну, что там такого? Как-то дипломатически попытаться решить. Но он прямо встал в позу. Это оскорбление православия, самодержавия, народности. Тут же начались сложные переговоры. Давление на турок верните нам. Турки метались, вроде бы уже почти согласились вернуть. Наполеон давил со своей стороны. В конце концов было направлено целое посольство в Константинополь во главе с князем Менщиковым. Это был правнук Алексашки Менщикова. Тоже Александр Менщиков, которому были даны довольно жесткие инструкции вести себя предельно вызывающе, нагло и требовать много чего. Чего требовал Менщиков? Во-первых, естественно, ключи вернуть. Во-вторых, что было совсем уже возмутительно с точки зрения турецкого руководства, признать всех христиан Османской империи под духовным протекторатом России. Что значит под духовным протекторатом? Это такая двоякая формулировка. Второе гражданство у них? То есть это означает, что если их обидел турецкий сборщик налога, он может прямо русским жаловаться на это? И те придут, защитят? Это, по сути, частичный отказ от суверенитета. Причем требовал Менщиков не только протектората над православными, но и заодно еще и над католиками, и над протестантами. Все христиане должны теперь находиться под защитой государя-императора Николая Павловича. Мало того, что эти требования возмутительные по международным канонам того времени, так он еще и вел себя возмутительно. Делал он это специально. Заходил в помещение той шляпы. Вплоть до зала приема это было грубым нарушением дипломатического этикета. Наиболее известная история с Менщиком связана с тем, что он сразу сказал, что не будет кланяться султану, ни при каких обстоятельствах. Вот он представитель императора, и вот восточный этикет его не интересует. Не помните, как раньше у ордынцев там надо было упасть на колени, ползти, не дай бог, не наступить на порожек, как-то это было порожек обойти. Все было очень сложно. Потом так же задом на карачках чего-то поклониться. Нет, мы кланяться не будем. Они сделали, как известно, низкую дверь, специально вот такую дверь опустили. Нельзя не поклониться. Менщиков проявил чудеса стретчинга. Он зашел как-то вот так, вот так зашел, и после разговора чуть ли не на повышенных тонах развернулся, уклонился. Раньше лет 200 назад голову бы отсекли или заточили бы в какую-то башню, но сейчас были другие времена. Султан это нестерпел. На самом деле, конечно, у Менщиков была инструкция ни в чем не уступать. И если османы будут не в адеквате, то мы готовы воевать. Мы готовы. Мы ничего не боимся. Мы силы оружия всего добьемся. Менщиков приехал на таком большом парабронефрегате. То есть усиленный паровой фрегат. Он погружает все посольство российское в Константинополе на фрегаты и думает, что вот сейчас-то турки сломаются и на все согласятся. Потому что явно разрыв дипотношений, а за ним понимаете что? Нет. Турки не ломаются. Они вообще никак не реагируют. Менщиков три дня простоял со всем посольством на борту по-дурацки в бухте Константинополя. А турки не сломались по одной причине. Французы и англичане уже пообещали им помощи при любых обстоятельствах. Поэтому они были спокойны. Три дня порождал, поднял паруса, отчалил. Дипотношения разорваны. Россия вводит свои войска в Дунайские княжества. Тут сложная история. Это вроде бы как территория Османской империи. Но на протяжении нескольких лет ранее по приглашению Константинополя там находились русские войска. Как раз во время революционных событий в Австрийской империи. То есть они там уже были. Мы их потом вывели. И выведя, сказали, что в случае чего для обеспечения безопасности местных жителей, если будут какие-то с внешней стороны угрозы, ну мало ли чего, мы оставляем за собой право войти обратно. При этом оговорено четко это право. Вписываться не было. Поэтому мы просто вводим войска на чужую территорию. Ну раньше были, сейчас вводим. Турция требует, естественно, вывезти. Мы вас не приглашали. А что? Это не война, мы говорим. Мы войну Турции не объявляем. Мы нашего брата султана очень ценим. Но у него сейчас такая ситуация. В церкви, в Иерусалиме непонятно, что совершенно не уважают права христиан. Мы вынуждены взять православных всех Молдавии и Валахии под свою защиту. На всякий случай. Мало ли чего. Турция требует вывода войск. Франция, Англия требуют вывода войск. Собирается конференция в Вене. Практически договариваются о том, что ладно, церкви вернутся под контроль России, так и быть. Какие-то формы протектората над православными мы тоже рассмотрим. Русские выводят свои войска. Вроде бы, как мы договорились, Николай еще колеблется, он не принял еще окончательного решения о войне. Мы соглашаемся, ладно, если все будет хорошо, мы войска выведем. Такие минские соглашения. Территория возвращается к Турции, но они уважают права православного населения. Но турки от всего отказываются. Просто от всего отказываются. Понятно, их разгоняет английская, французская дипломатия. Турки отказываются, Россия не выводит войска, Турция объявляет войну России. После этого мы один на один с Турцией. Мы этого не боимся. Начинается все как в древности с поединка Пересвета с Челубеем. 5 ноября 1853 года состоялся поединок двух парафрегатов русского и турецкого. Это первый в истории бой непарусных судов дуэль. Русский парафрегат Владимир символическим названием разгромил и заставил спустить флаг турецкий фрегат. Команда сдалась. Мы праздновали победу. Не проходит и нескольких буквально дней, как знаменитая победа адмирала Нахибова в Синопе. Что такое Синоп? Синоп — это старый греческий город. Если вы себе представите, это прямо напротив Крыма, северная побережья Турции. Очень удобная гавань. Мы получаем информацию, что в Синопе собирается большой флот, концентрируются войска, эти войска сядут на корабли и отправится большой десант в Крым. Зачем дожидаться? Можно атаковать прямо сейчас, прямо в месте сбора. И Нахимов со своим флотом атакует Синоп. Про Нахимов вам рассказывать, я думаю, не надо. Ученик Лазарева, участник кругосветных походов, бывший морской кадет, очень храбрый офицер, холостяк. Ничего, кроме флота и службы, у него нет. Он даже зарплату свою, сколько тратит, остальное раздает матросам, раненым, помогает кадетам. Это любимец моряков. Нахимов блокирует в Синопе турецкий флот, как когда-то Алексей Орлов. Помните, Часминское сражение блокировал турок. Турки находятся под защитой береговых батарей, им кажется, что они отобьются, но у нас лучше подготовка моряков, у нас выучка, у нас хорошие командиры и у нас лучше артиллерии. Поэтому, несмотря на всю помощь береговых батарей, мы пух и прах уничтожаем турецкий флот, заодно подавили все эти береговые батареи. Полная фиаско. Мы сожгли весь турецкий флот дотла. Один корабль спасся, один парафрегат каким-то образом, пользуясь скоростными данными, сбежал. Весь остальной турецкий флот дотла сожжен. Поэтому мы не знаем количества погибших турок, кого могли, мы спасали, кто-то доплыл до берега, все остальные погибли. Это тысячи матросов. Адмирал попал в плен турецкий. Наш погибший 40 человек за все сражение. Блестящая совершенно победа. Последнее в истории большое сражение парусного флота. Нахимов получает за это святого Георгия второй степени. Почти самая высокая награда для военных той поры. Полный георгийских кавалеров с вами всего несколько человек на всю нашу русскую историю. Нахимов проявляет чудеса храбрости. Он на протяжении всего Синопского сражения лично руководил, находясь на капитанском мостике флагманского корабля. И вот в таком триумфальном настроении мы входим в 1854 год. Весной начинается Дунайская кампания. Наши войска движутся в сторону Константинополя. Ну, наверное, если бы наша сухопутная кампания прошла быстро и эффективно, все бы обошлось. Но мы застряли. Хорошо укрепленные крепости Силистрия. Укрепрайон, выражаясь современным языком. Мы долго осаждаем, неудачно штурмуем. Паскевича, который уже постарел, потерял былую прыть. Паскевич действует очень осторожно. Обойти Силистрию и пойти дальше, двинуться на Константинополь, он боится, потому что останутся в тылу турки. Плюс он очень боится, что австрийцы, к этому моменту уже объявившие о враждебном нейтралитете, в любую секунду ударят спину. Поэтому Паскевич топчется у Силистрии. Мы несем там большие потери. Проявляем чудеса храбрости, зачастую абсолютно ненужные. Вот известная история есть с гусаром Крамзиным. Обращаю ваше внимание, примерно такая гусарская форма. Вот долман младшего унтер-офицера гусарского. По современной аналогии это сержант. Елизавет Градский гусарский полк, подлинный экземпляр. Тогда гусарские полки назывались по городам, в основном по малороссийским. Был Мариупольский полк, Сумской полк, Черниговский, Киевский и так далее. Стоил денег, поскольку это унтер-офицер, у него шитье шелковое. Это нитки. У офицеров полное обмундирование гусара может стоить до двух тысяч рублей. И даже больше. Две-три тысячи рублей. Я сейчас беру неценное Крымской войне, а чуть-чуть пораньше. Начало царства Николая I. Возьмем времена Лермонтова. Он офицер, он щеголял, естественно, в золотом шитье. Но, как мы с вами понимаем, только благодаря богатым родственникам. Михаил Юрьевич мог себе это позволить. Ни на какое офицерское жалование никогда в жизни он бы себя не экипировал. Для сравнения по поводу цен того времени, две-три тысячи рублей обмундировании гусара, если посчитать правильно, это вместе с оружием и лошадьми. Объявление из газеты «Московские ведомости». 1800 год, 22 февраля. К моменту Лермонтова инфляция процентов 50. Умножьте на полтора эти цены. Продается за излишеством дворовые люди, сапожник и жена его прачка. 500 рублей. Прачка хорошая, также шьет хорошо. Желающий обращаться на остоженку, дом 309. Продается три девушки, видные, 14-15 лет. Ко всякому рукоделию знающие, кошельки с вензелями вяжущие. Одна из них на гуслях играет. Цена по договоренности. Арбатская часть, первый квартал. А вот продается шесть молодых лошадей, легких пород. Последняя цена 1200 рублей. Если помножить на инфляцию, стоимость одного гусарского мундира. Либо четыре сапожника. Кстати, лошади продавались по адресу этого дома. Поэтому объявлением я заинтересовался. Видеть лошади можно по адресу Малой Никитский в приходе Старого Вознесения в доме князя Бориса Черкасского. Это вот здесь. Вот в этом доме. Прямо здесь. Гусарская ташка. Сумочка знаменитая, которой гусары очень хвастались. Никого кунцалала у нее не было. С вензелем Николая I. Как раз вот той поры ташка, шитая золотом или серебром, стоила дорого. Соответственно, стоимость мундира увеличивалась. Наверное, когда кино смотрите, там о бедном гусаре замолвываете слово, болтаются сбоку. Эти ташки пристегивались. Эта ташка тоже подлинная. Хочешь быть красивым, как говорил Казьма Фрутков, поступай в гусары. Так вот, по поводу гусар. Карамзин, сын того самого Карамзина, гусарский командир. Своим отрядом в лоб атакует турецкое каре с пушками под селистрией. Зачем? Это такая, знаете, атака легкой кавалерии, знаменитая английская, только наоборот. Вот то же самое. В лоб 150 убитых с нашей стороны, никакого практически урона туркам. Сам сын Карамзина изрублен, исколот и истрелян турками. На нем нашли потом 18 только колотых ран, то есть в решето его превратили. Но в отличие от англичан, которые свои атаки легкой кавалерии, такой же бессмысленной, кровавой, устроили национальный символ, проходят в школе как пример британского духа. У нас Карамзина осудили. Если бы он остался жив, разжал. Ничего не получается у нас, на Дунае мы застряли. Паскевич под предлогом контузии уезжает из армии, оставив ее своему начальнику штаба, князю Горчакову. И вот март 54-го года Англия и Франция объявляют ультиматум, разрывают депотношения, требуют вывести войска из дунайских княжеств и, наконец, объявляют России в войну. Австрия и Пруссия, которые, как мы надеемся, станут на нашу сторону, объявляют о так называемом враждебном нейтралитете. То есть Австрия, держа свои войска на границе, готовая в любой момент атаковать Россию. Мы на протяжении всей нашей кампании держали на границе с Австрией больше армии, чем в Севастополе. Потому что просто боялись удара в спину. Николай I скажет, самый глупый из поляков это был Ян Собески. Он зачем-то спас австрийцев от турок, когда те стояли под Веной. Самый глупый из русских это я. Зачем я спас австрийцев от венгров? В июне 54-го года мы не можем продвинуться вперед, делаем жест доброй воли и объявляем, что мы уходим из приютнайских княжеств. Спокойно уходим, практически без боев. Турки идут вслед за нами, возвращая себе эти территории. Естественно, вся европейская печать ежедневно пишет о колоссальных победах турецкой армии, как она громит наши арьергарды, как мы бросаем технику, пушки, раненых. Ничего этого не было на самом деле. Это было организованное отступление, потому что пытаются высадиться в Одессе. В Одессе высадиться не получается. Те, кто был в Одессе, знают, там есть памятник береговой батареи, которая вступила в длительную дуэль с англо-французским флотом, высадиться им не дали. Уходили сами. Что происходит с дунайскими княжествами после этого? Выгадаем с трех раз. Да? Как только уходим мы, сразу Австрия будет туда свои войска. Моментально. Сразу же. В целях защиты христиан. Естественно. Англо-французский флот еще не выработал тактику, что ему делать дальше. Англо-французская армия, союзники распортированы главным образом в Варнии, на территории современной Болгарии. Туда же идет снабжение морем. Они не могут решить им идти на север против нас, то ли какие-то действия предпринимать морем. Главнокомандующий нашей армии, он же, главнокомандующий Черноморского флота, князь Менщиков, тоже не знает, что ему делать. Он не верит в то, что англичане и французы отважатся на десантирование в Крыму. Вот они попытались в Одессе, ничего у них не получилось. Правда, попытались малыми силами, малой эскадрой. Поэтому вооруженные действия несколько подвисают и разворачиваются на других фронтах. В Балтике, о чем мы совсем не помним и не знаем, английский флот пытается пробиться к Петербургу. Николай говорил, из Петергофа мог разглядеть в подзорную трубу английские корабли. Пробиться к Петербургу англичан не получается, потому что надо пройти Кронштадт. Кронштадт же непотопляемый авианосец, гениально построенная крепость, у него хороший комендант, очень опытный моряк, большой ученый, основатель Русского географического общества Федор Литке из потомственной династии военной. Мы недавно совсем ему памятник поставили там в Кронштадте, буквально месяц назад. Кто будет, обратите внимание. Посмотрите, Федор Литке устраивает целую систему минных полей, через которых не могут пройти английская эскадра. Ну а самое главное, что даже если пройдут каким-то образом через эти минные поля, им надо будет выстроиться практически в линию, чтобы мимо Кронштадта пройти к Петербургу, они попадут под перекрестный огонь. С двух сторон у нас береговые батареи, кронштадтские батареи, то есть мы их изрешетим. Ничего не могут, от отчаяния берут Аланские острова штурмом, большая виктория английского флота. Аланские острова, там гарнизон в 10 раз меньше, чем экипажи английских кораблей. И в основном это финские солдаты, несколько русских офицеров. Гарнизон задается после интенсивного обстрела. Англичане высаживаются, посидели, посидели и потом уплыли, даже не оставили своих солдат. Никого смысла военного это не имеет. Адмирал, командующий английской эскадрой, мечтал, что это будет последняя его победа, уже не молодой адмирал, а прославиться хотел, вызвался на эту должность, вот с позором подал в отставку. Это нас утешает, конечно, но ситуация не очень хорошая, потому что еще одна английская эскадра движется на север, к Архангельску. У Архангельска происходит следующее. Они заходят в двину, все почему-то считают, что Архангельск стоит на море, а не стоит на море, он как Лондон на берегу реки. Они заходят в двину, видят укрепленные хорошо крепости, видят батареи, разворачиваются, уходят, не решаются его штурмовать, но нужно как-то пополнять припасы, пытаются высадиться на Соловках. Осада Соловков, вторая страница с элементами можно сказать юмора и иронии истории. Соловки – это монастырь. Там есть некое подобие гарнизона. Это инвалидная команда в составе 50 инвалидов. Там есть несколько пушек. Но пушки времен примерно Соловецкого сидения, когда там еще старообрядцев сидели, пушки с той поры приблизительно. Мобилизуется 50 инвалидов, пушки вытаскиваются и в Соловецкой гавани расставляются не на стенах, а там гавани по бокам маскируются. К 50 инвалидам добавляют еще 20 зэков местных и освобождают из Соловецкой тюрьмы. Итого вот эта команда в количестве 70 человек при моральной поддержке монашества. Монашество не воюет, но монашество вооружается бердышами с той поры. И говорит, что если дело пойдет до рукопашной, то они ого-го сейчас всем покажут. А пока англичане не высадились, то монашество ходит крестным ходом с песнопениями под стенам Соловецкого монастыря. Всем руководит наместник. Им повезло, потому что наместник в молодости был полковым священником. Он видел, как воюют. Он все это организовал. Монашество ходит с хорувиями, пушки расставили. Команда 50 ветеранов и 20 заключенных у пушек там как-то орудуют. Как только английские корабли пришли, начался из этих потаенных мест обстрел. Божьим проведением невозможно как. Мало того, что попали в один из кораблей, они попали как-то очень хитро под ватерлинию. Он чуть не затонул. Дал страшную течь и, в общем, дальше в боях не участвовал. Оставшиеся корабли устроили страшную бомбардировку Соловецкого монастыря. Там до сих пор сложены такие горы ядер, которые собирали. Я думаю, что большую часть, конечно, растащили. Но, в общем, сотни ядер были выпущены по Соловкам. Стены пробить невозможно ядрами. Это и сейчас не просто из современного оружия, а тогда просто невозможно. Вот такие вот стены. По ним монахи ходили в несколько рядов, представляете, да? Плюс эти стены каменные. Ни одной человеческой жертвы. Вообще. Потом писали в реляциях в Петербург, что монастырь защитился, процитирую, божьим промыслом спасен. Ну, наверное, так и было, потому что ни одно ядро никуда не попало ни в кого. Хотя их много было выпущено. Ну, в общем, постреляли, постреляли, один корабль чуть не утонул. Высадиться не решились, слали петиции наместнику. Наместник отвечал, что нет, еды у нас нет, высаживаться не дадим, земля церковная, будем защищаться. Развернулись, уплыли. Самое забавное во всей этой истории то, что Соловки место благословенное, даже не разговаривает громко никто, а последний раз стреляли, наверное, как раз в те времена в Раскольничье. Поэтому там очень много чаек. Тысячи. И когда началась пальба, то все чайки поднялись и полетели в море. По пути опорожнились прямо на английские фрегаты. И как пишут, невозможно было ходить по палубе. Просто все пришлось мыть, отмывать. Эскадра неудачницы, в общем, вымастила зло на городе под названием Кола. Вот такой городок маленький в Мурманской области, недалеко от Мурманска, сейчас почти пригород. Мурманска, тогда Мурманска не было еще. А Кола была. Я вот губернатору все предлагал в старые добрые времена подать в суд на известную американскую компанию, потому что бесплатное использование торгового знака. Городу этому лет 300, по-моему, или 400. Я уверен, что можно было что-то отсудить у них. В общем, они бомбардировали город Кола из всех своих пушек. Город сожгли дотла. Город защищал небольшое количество инвалидов. Самое обидное, что сожгли две старинных церкви, шедевры деревянного зодчества 17 века, масштаба хишского погоста. Такие же огромные деревянные церкви, очень красивые, они есть на гравюрах. Но англичане все-таки не немцы, но тоже саксы, поэтому в отношении денег учет у них был. Они ввели книгу доходов в флотилии. Ликвизирована лодка с мешками муки, отобрали у кого-то. А в церкви изъята церковная кружка, полная монет. Материальные итоги этой экспедиции были невелики. Были бои весна-лето 54-го года, попытки прорыва к Николаеву. Николаев большая ремонтная база для флота. Пытались туда прорваться, минные поля очень хорошо установлены были, ничего не получилось. Тогда немножко попиратствовали вокруг, вошли в Азовское море. Дурная там история, просто обстреливали мирные поселки, потопили несколько рыболовецких шхун. На Турецком фронте это был единственный фронт, где воевали турки одни, без англо-французской европейской помощи. На самом деле для Османской империи это был главный фронт, и там у них все было плохо, потому что командовал в будущем ставший знаменитым генерал Муравьев, немолодой, 1794-го года рождения, то есть ему к тому моменту уже получается за 60, немолодой, спокойный, осторожный, опытный, он давил медленно-медленно турок, выдавливая на их территорию. Кстати, он родной брат одного из самых видных декабристов, основателя Союза спасения Муравьева. Додавил турок до крепости Карс, Карс – ключевая крепость в этом регионе, как Силистрия на Балканах, не смог его взять штурмом, долго осаждал, турки отчаянно защищались, у них начался голод, всякие ужасы, они просили женщин и детей выпустить из крепости, иначе они умрут. Что сделал Муравьев? Как вы думаете? Отпустил? Выпустил? Это было бы простое решение. Турки – хорошие солдаты. Выпустить женщин и детей значит оставить отчаянных османских пашей защищаться до последнего. Он сказал, что он милостливый, будет им помогать. Все женщины и дети могут приходить днем в лагерь, он их кормит и отправляет на ночь обратно в крепости. Уговаривать им уже и сдаться. Немного забегу вперед, потому что больше мы к этой теме возвращаться не будем. Кавказский фронт – это успешный фронт Восточной Крымской войны. В конце концов, крепость Карс пала. Это было нашим самым большим успехом на Кавказе. Мы заняли существенную турецкую территорию. Муравьев стал Муравьевом Карским. Двойная фамилия. После капитуляции Муравьев уже кормил, лечил и женщин, и детей, и турецких солдат, и офицеров. Всем офицерам было разрешено даже оставить сабли при себе. Почетная капитуляция. Поэтому здесь у нас был успех. Но это произойдет уже в ноябре 1955 года, после падения Севастополя. Ну и последний эпизод, о котором нельзя не рассказать. Эпизод Тихоокеанской войны. Потому что здесь тоже было все интересно. И в каком-то смысле этот эпизод, наиболее ярко рисующим самые лучшие стороны и русского национального характера, и русской смекалки, и русской армии, и русского флота. Он короткий, но не менее героичен, чем обороны Севастополя. Я все читаю. Интересно, что под руки попадается. Водя когда читал про Крымскую войну в Борисе Чартишвили. Ну он, естественно, очень критично пишет про Николая. Но вот ни слова ни о чем хорошем. Вот все, что я вам рассказал, там про Соловки, про Архангельск. Ну Карс упомянут. Ну нельзя не упомянуть, потому что мы потом его поменяли на Севастополь. А про Тихоокеанскую войну два слова упомянуло. Знаете, как учебник Джорджа Сороса про Великую Отечественную. Честно, подробно, два абзаца. Ничего. А там была очень интересная кампания. Дело в том, что это огромная, огромная территория, очень перспективная, очень малозаселенная. Я как-то беседую с французским министром, когда она мне рассказывала про Большую Францию, пригласила ее на Камчатку. Она, естественно, не знала, что это такое, где это находится. Какая Камчатка? Медведи знаем, Камчатку не знаем. Медведи, гейзеры. Я говорю, приезжайте, мы вам там покажем. Очень удивилась, узнав, что территория Камчатского края это точная территория современной Франции. Посмотрите, в Википедии 500 тысяч квадратных километров. Это одна Камчатка. История, про которую я вам расскажу сегодня, в ней решалась судьба не одной Камчатки, а наших интересов на Востоке и особенно на Дальнем Востоке. Это миллионы квадратных километров, судьба которых могла бы быть совсем иной и не было бы у нас никакого Тихого океана. Если бы, как говорится, не несколько смелых парней, в нужное время оказавшиеся в нужном месте. Это все происходит параллельно. Балтика, Соловки, Николаев, отход наших войск из-под Селистрии на нашу территорию из Придунайских княжей, это все одновременно происходит. И в это же время разворачиваются события на Камчатке. Мы получаем информацию от американцев о том, что еще одна англо-французская эскадра собирается атаковать главный наш форпост на Востоке, город Петропавловск. Идеальную, сверхудобную гавань. Гавань по своим природным качествам. Это еще один Севастополь. Я не моряк, моряки меня поправят. С точки зрения защищенности. Уникальная природная гавань. Американцы сообщили нашему консулу в Америке. Консул в Америке через российскую американскую компанию тут же передал нашему. Американцы в очень плохих отношениях с англичанами. Поэтому чем хуже англичанам, тем на тот момент лучше Соединенным Штатам. Они такие наши тайные союзники. Ну, правда, ничем не помогают. Американцы же изоляционисты. Тогда. Они ждут, чья возьмет. Если возьмет сторона русских, хорошо. Англичане им вот здесь. Если англичане, тоже неплохо. Можно будет на востоке расшириться. Но они нас информировали. Поэтому мы знали о том, что эскадра движется в сторону Камчатки. Рассылаются везде, где возможны всяческие депеши. Один из наших самых больших на Тихом океане фрегатов. У нас там небольшая эскадра, но довольно хорошие фрегаты. Аврора и еще несколько кораблей. Самый большой Аврора срочно направляется в сторону Петропавловска. На тот момент он находится в Перу. Идет полным ходом напрямую в Петропавловск. Как сообщили в Перу, не знаю. Не докопался он. За ним немедленно отправляется погоня. Несколько англо-французских кораблей. Кто смотрел фильм «Хозяин морей» с Расселом Кроу? Хороший фильм из про моряков. «The Master of the Sea». Очень смешно смотреть на корабельный быт, потому что капитанская рубка Рассела Кроу относится к настоящей капитанской каюте той поры примерно как хрущевка к Эрмитажу по размеру. Там она такая «Ууу, красивая». Свечи горят. Оркестр играет в капитанской каюте. Так вот, там в этом фильме показана другая ситуация, когда английский корабль удирает от французских преследователей. А здесь наша Аврора удирала от английской эскадры. Почему англичанам было так важно захватить и уничтожить наши фрегаты? Ну, соберутся они вместе 3-4 корабля. Это не сопоставимо с Синопским сражением никак, масштабами. Потому что у англичан на этой территории очень много, как бы сейчас сказали, торгово-военных баз абсолютно незащищенных, где колоссальные деньги. Что рулит английская политика всегда на Саксонской? Деньги. Сингапур, Гонконг, базы на американском побережье. Ну, в одном Гонконге там опиум на полгодового бюджета Российской империи, наверное. А защиты там никакой. Там даже 50 инвалидов нет. Две пушки стоят. Там они же торгуют. Кого им бояться? Там опиум. Полицейские силы. Поэтому наш фрегат подойдет туда. Бах-бах, и нет никаких опиумных складов. Есть какие убытки. Поэтому все боялись, что русские займутся каперством. То есть начнут наши фрегаты многопущенные уничтожать торговые базы. Что было бы вполне разумно, кстати, с нашей стороны. Поэтому они погнались за Авророй. Не догнали. Аврора первая пришвартовалась к Петропавловску, где к тому моменту полным ходом идет подготовка к обороне. Руководитель обороны, губернатор, адмирал по фамилии Завой. Тогда завидуйте мне. Я много раз был на Камчатке и по работе, и туристам, и с рюкзаком за спиной, неизвестно, где где не ступала нога человека. Я могу вам сказать так, положа руку на сердце, вот не вру. Это самое красивое место в мире. В мире. Ну, есть много красивых мест. Такого, как на Камчатке, не существует. Вообще. Для понимания, во Франции на этой территории живет 50-60 миллионов, на Камчатке 500 тысяч. Там людей нет. Там девственная природа. Из этих 500 тысяч 300 в Петропавловске. Все. Представьте себе такую пустую Францию без людей. Только с камчатской красотой неописуемые. Все эти гейзеры, фонтаны, озера. Кстати, я всех агитирую на Камчатку поехать. Есть миф о дорогих билетах. Это неправда. Билет эконом-класса, датируемый аэрофлоту, стоит совсем недорого. Есть окна, когда дается большая густотация на перелеты на Камчатку. Я к чему говорю? Вот такую красоту сохранил для нас адмирал Завойко и еще несколько смелых парней. Под ружьем у Завойко на самой большой нашей военно-морской базе на Востоке. 200 человек. У них по разным источникам от 5 до 6 пушек. Все. К счастью, прибывает «Аврора» и еще один фрегат «Двина». Команды спешиваются, часть пушек усиливают батареи, хорошо организуют батарейную оборону в разных точках этой сложной бухты. Общее число профессиональных военных под ружьем становится почти тысячи человек. Ну, правда, это вместе со всеми мобилизованными полицейскими. Казачки там какие-то откуда-то взялись, кто же умеет оружие держать в руках. И охотники-добровольцы. Валюты, которые белки в глаз. Местные жители. Довольно много было добровольцев. Всего около тысячи человек. Все наши силы на Камчатке на тот момент. Дальше я не буду рассказывать подробно. Почитайте. Это есть в художественной литературе довольно много. Но, по-моему, и у Пикуля, и у Задорного старшего есть. У Михаила Задорного младшего замечательная миниатюра под названием «Морская пехота высаживается английская, а на них бабы с вилами». Близко к истине, потому что женщины были на батареях вместе с детьми и гибли вместе с детьми на батареях. Было несколько попыток штурма и высадки. Были интенсивные обстрелы, подавление батареи. В кульминации этой истории отдельный полк, так называемый морской полк, морская пехота. Это специально подготовленные моряки для ведения боевых действий на суше. Реджимент высадился приблизительно тысячам морских пехотинцев, выражаясь современным языком. Наши бросили все имеющиеся силы, всех, кого могут, чтобы этот десант сбросить в море. 300 человек. 300 наших против тысячи английских морпехов. Дальше штыковая атака. То, что у нас получается. Англичане прыгают с утеса в море обратно. С 40-метрового. Очень много погибло и утонуло. Они бросили флаг. Невиданный позор. В музее Петропавловска историческом. Глазами это знамя брошенное. Ее величество королевы английского морского какого-то полка. 10 офицерских сабель было брошено, но с саблями неудобно прыгать с утесов. Общие потери английского флота около 400 человек. Это вот те, которые неудачно прыгали в воду. Те, кто погиб на утесе. Кое-кто погиб немного в артиллерийской дуэли. Еще один баркас мы потопили десантно сразу удачным выстрелом. У нас непонятное число погибших, потому что мы рапортовали как-то о совсем небольшом числе. Я не верю в него, честно говоря. Всегда преувеличиваем потери противника, преуменьшаем свои. Ну, намного меньше в любом случае. Существенно меньше. Мало того, что сбросили десант в море. Мало того, что после этого эскадра ушла, оставив Петропавловск в покое. Так еще и застрелился на борту командир эскадры адмирал Прайс. Опытнейший моряк. Темная история с его самоубийством. Очень темная. Дело в том, что он застрелился в первый день штурма. Наши сообщили в рапорте, что убит метким выстрелом с земли. Метким ядром как-то его там на капитанском мостике нет, конечно. Огнестрельная рана. Англичане говорят, что он просто перепил и с пьяну застрелился. Он довольно странно застрелился в первый день штурма с пьяной. Наша версия, что он застрелился по результату тяжелой депрессии. Почему депрессия? Почему? Потому что это очень долгий переход. Болели, наверное. Приплыл, а тут у него явно ничего хорошего не получится, потому что очень хорошо укрепленная бухта. Активно отстреливается. Легкой победы точно не будет. Может быть, на фоне депрессии выпил и полная фиаско. С вестью об этой победе отправили князя Максутова. Князь Максутов был командиром батареи. Молодой парень, 22 года. Это вот я все про несколько хороших парней вам рассказываю. Он князь, но из бедных, бедных князей каких-то провинциальных. Все братья Максутова служат на флоте. А на флоте, как мы помним, с вами служат самые бедные дворяне обычно. Это потомственная служба. В лейб-гвардию не пробиться, вот они идут на флот. Князь Максутов правится с донесением в Петербург, с победной реляцией. У него будет потом довольно счастливая судьба, он дослужится до адмирала, будет последним губернатором Аляски русской. Его родной брат тоже моряк, тоже молодой. В это же самое время сражается в осажденном Севастополе, где-то там на Курганах. Тоже посчастливится, останется жив, тоже станет адмиралом. Два Максутовых, это один из которых будущий губернатор Аляски, а трое Максутов адмирал, который обронял Севастополь. А вот этот Максутов погибнет на батарее, тоже командир батареи, там и погибнет. Есть смешная история, именем Александра Максутова будет назван в Советском Союзе рыболовецкий траулер, где-то там в Тихоокеанском флоте. Такая в советские годы была известная для флотских. Модная тема, как бы сейчас сказали, присваивать отдельным экипажам морским, трудовым коллективом звание Комсомольско-молодежный коллектив ударного труда. Коллектив рыболовецкого траулера Александр Максутов получил почетное звание ударного комсомольско-молодежного. Это накладывало некоторые обязательства. Нужно было принять в штат дополнительного человека, несуществующего, и всю его зарплату перечислять на какое-то благое дело. То есть комсомольцы работают за себя и еще за какого-то парня. Кто-то принимал уважаемого ветерана в штат, ветерана, скажем, Великой Отечественной войны. Ну, а эта комсомольская организация, поскольку траулер назывался Александр Максутов, приняли в штат корабля Александра Максутова на должность моряка. И он получал зарплату, зарплату перечисляли в какой-то фонд мира, там не знаю куда. Но потом началась перестройка, все приватизировалось, все развалилось, и уже частной компании не захотелось содержать мертвую душу. Непонятно, куда платить зарплату, как-то отчитываться это надо. Поэтому где-то там в конце 80-х, не знали, что с ним делать, еще не было полной вольницы. Поэтому его официально по документам уволили. Есть в архиве флота заявление по собственному желанию Александра Максутова. Есть отметка кадров, что уволен. История это всегда сочетание трагического и смешного. А если говорить о трагическом, то мы видим, что Российскую империю фактически обложили как медведи со всех сторон. Кусали с каждой стороны. Где даст слабину? Слабину не дали ни на севере, ни в Балтике, нигде не дали. А основная армия англофранцузская находится в Варне, в Болгарии. Там началась холера скопления людей. Заболел даже главнокомандующий французской армии. Тяжело. Надо было что-то делать, надо было куда-то двигаться. Или по пути Наполеона идти сухопутным путем куда-то там, на Москву, куда-то. решили высадиться в Крыму. И огромный десант, самый большой десант в истории на тот момент, 360 кораблей вышли из Варны, чтобы высадить этот сверхдесант в десятки тысяч солдат в Крыму. Нашими войсками командовал князь Менщиков, ему 67 лет, уже немолодой человек. Когда-то был либералом, хорошая репутация у него, честная, незамеченная в каком правстве, прямой, острослов, много известных исторических анекдотов с князем Менщиковым, любитель книг, у него прекрасная библиотека, библиофил, лично абсолютный храбрец. Семь или восемь раз ранен за кампанию 1812 года. Он весь в шрамах, весь в дырках от пулевых ранений, под бородиноть тяжело ранен. Настоящий герой, боевой офицер, любимец императора. Николай ему очень доверял. Он даже отправился этой дипломатической миссией, чтобы разозлить султана на Сантинополь. Сам напросился руководить крымской компанией. Говорит, я не справился с дипломатической миссией, я хочу повоевать. Куча должностей у него. Он одновременно командующий Крымской армией, командующий Черноморским флотом, военный министр и губернатор Финляндии. Финляндия тоже руководилась из Крыма. Но, понимаете, все-таки он остался где-то там в войне 1812 года. Не мыслил современными мерками. Он воевал по правилам молодости своей. Поэтому, когда шел этот огромный десант, что делать? Атаковать этот десант в море? Но тут, слава богу, у нас опытные моряки, они сказали, нас просто уничтожат. У нас мало парафрегатов. потери ветра, и они просто расстреляют нас и сожгут в упор. А у них много парафрегатов, у них лучшая артиллерия. Поэтому нельзя давать современному флоту бой в открытом море. С этим Менщиков согласился. Но он не решился препятствовать высадке. Почему-то боялся, знаете, как в Нормандии в 1944 году, что если они будут препятствовать высадке, то их дальнобойная артиллерия нанесет больший ущерб нашим войскам, расположившимся на берегу. Это была большая ошибка. Они высадились в Евпатории без всякого сопротивления и сразу пошли вглубь острова, в сторону Севастополя, хотя мы могли их там, наверное, остановить. 1 сентября 1854 года это день Д, как говорят американцы, Ди-Дэй, день десантирования. Самая большая десантная операция в истории. Мы им не мешаем. В это время в Севастополе в театр господа офицеры с женами, лучшая публика смотрят модную пьесу популярного автора Николая Гоголя ревизор. На сцену выходит дежурный офицер и говорит «Господа офицеры, спектакль прерывается». По сути, у меня для вас пренеприятнейшее известие. Только что мы получили сообщение «Неприятель высадился на территории России». Французы и англичане вступили в пределы империи. Тут началась самая неприятная часть. До этого война проходила где-то на окраинах. Далеко. Дети, Соловки, Камчатка. Да кто знает, где эта Камчатка? Полгода новости идут до Камчатки и обратно. Дальний театр военных действий в Мазокавказье, где-то Дунайские княжества это вообще не наша территория. И вот война пришла на нашу землю. Конечно, Севастополь, Крым это тоже далеко от столиц, от Москвы, от Петербурга. Английская эскадра курсирует по Балтийскому морю и периодически пытается приблизиться к Санкт-Петербургу. Но Севастополь это особый город. Я не говорю уже о сегодняшнем дне. Севастополь это город-символ для нашей страны. Поэтому сдать Севастополь нельзя. Все лучшее, что было на тот момент в русской армии, все лучшее, что было в русском солдате и в русском офицере, проявилось во время Севастопольской кампании. И в то же время все самое худшее, что накопилось в отставшей системе управления, в отставшем экономической модели Российской империи, также показало себя. Вопреки расхожему мнению, мне кажется, неправильно говорить о поражении. Россия не была побеждена в военном смысле слова. Но в то же время Севастопольская, Крымская кампания будет стоить десятков и десятков тысяч жизней погибнут лучшие из лучших. Эта кампания будет стоить не только колоссального репутационного ущерба империи, она будет стоить славы и жизни одному, наверное, из самых не худших правителей в нашей истории, а может быть, даже одному из лучших Романовых, Николаю Первому, Николаю Павловичу. Человек, который на троне оказался случайно, как мы помним, всячески от него отказывался, но на плечах Екатерины, Петра, своего брата Александра, он как мог старался укрепить страну и, в общем-то, достиг пика геополитического могущества. 30 лет трудился, он бы мог честно о себе сказать, что я тружусь как раб на галерах, без выходных, с утра до вечера. Человек трудолюбивый, умный, хороший отец, хороший семьянин, осторожный поначалу, но в конце концов свои мечты Константинополя и воплощения России как Третьего Рима он достигнуть не сможет. 360 судов отправились из Варны в сторону Крыма и 1 сентября 1854 года в день Д произвели самый большой на тот момент в истории морской десант, который, в общем, прошел абсолютно беспрепятственно. Князь Александр Менщиков не ожидал десанта, не подготовился никаким образом к его отражению. Англичане тоже не дураки с французами, они не пытались высадиться рядом с Севастополем. Целью был Севастополь, безусловно. Они высадились подальше, в районе Евпатории и, собственно, десант обнаружили наши случайные конные разъезды. Сообщили, затем послали разведчиков посчитать корабли, попытались посчитать, ничего у них не получилось, сотни пришли в ужас. Менщиков от 70 лет, герой войны 1812 года, много раз ранен, храбрый человек, в молодости был большим либералом при Александре. Кто к старости не становится консерватором, у того нет ума, как известно. Менщиков стал мега-консерватором, консерватором до такой степени, что, входя в комитет по строительству железных дорог, всем членам комитета говорил, что это ерунда, железные дороги не нужны, вредные, дорогие и неэффективные. Это все потом скажется, когда, помните, англичане построят узкоколейку, ну, молниеносно, из Балаклавской бухты к своему военному лагерю и будут в режиме реального времени поставлять боеприпасы, оружие и подкрепление. Коль я сказал несколько слов о Менщикове, давайте поподробнее о героях той компании, кто, собственно, руководил, потому что мы знаем только наших. Французским корпусом, самым большим, больше английского, руководит маршал Сен-Арно, профессиональный военный, человек фантастической судьбы, и одному Александру Дюмани придумает такую биографию, как у Сен-Арно. Он послужил в армии, он поработал учителем фехтования, как в соответствующем романе Дюма. Он работал актером в театре, в странствующем. В конце концов, помог Наполеону Третьему прийти к власти, вернулся в армию. Для него севастопольская компания, это возможность поставить победную точку своей карьере, потому что он уже сильно болен, он напросился на этот фронт, к тому же в армии он еще и заболел холерой, вообще очень плохо себя чувствует. Английская воинским контингентом руководит генерал лорд Роглан. Тоже ветеран, тоже немолодой, герой Ватерлоо. Под Ватерлоо потерял руку. Правда, с Ватерлоо он ни разу в большой компании участия не принимал, поэтому он в этом отношении похож на нашего Менщикова, ориентируется на опыт в основном наполеоновских войн. Не проходит и нескольких дней, и 8 сентября 54-го года происходит первое крупное сражение. Менщиков пытается остановить продвижение союзнического десанта в маленькой речушке с татарским названием Альма. Есть сейчас такой известный алкогольный бренд Альма Велли у нас в магазинах. Вот это Альма. Мы как-то подошли очень несерьезно к этому сражению. Вообще выражение шапками врага закидаем имеет как любая яркая фраза много авторов, но большинство склоняется к тому, что появилось оно именно тогда, под Альмой. Один из генералов Менщикова на вопрос какие перспективы, как вы считаете, тот сказал, да что тут считать, мы занимаем господствующие высоты, наши солдаты самые лучшие, наша армия не терпела поражения со времен Петра, ну и вообще с нами Бог. Этих десантников шапками сейчас закидаем. На господствующие высоты, с которых можно было видеть основное поле боя, были даже приглашены местные жители, приходили с одеялами, расстилали, пикник, шампанское, бутерброды, закуски, правда, издалека посмотреть, как наши будут громить этих лягушатников, с англичанами. Еле эвакуировались мирные жители. Англо-французы наносят мощнейший удар. Тут-то сказалось преимущество и в тактике, и в управлении войсками, и в оружии. Они расстреляли наши позиции просто издалека. Ведь не только ружья нарезные, артиллерия нарезная. Она бьет точнее и бьет дальше. У нас тоже есть, но мало. Полевая артиллерия у них оказалась в принципе намного лучше, чем наша. Прошли те времена, когда нашей артиллерией занимались серьезные люди, как Мейних, Брюс, тогда на равных. Мы воевали в артиллерийской части. Наша артиллерия безнадежно устарела. И тактически, и в буквальном смысле этого слова. В пользу случаям покажу покажу вам сразу же ружье, коль мы стали говорить об оружии. Это подлинная вещь, очень редкая. Пехотное ружье образца 1845 года. Именно такие ружья стояли на вооружении нашей армии в Крымскую компанию. Гладкоствольное. Раньше были ударно-кремниевые. Наполеоновские войны. Это более современные. Докапсульные. Выпуска Тульского оружейного завода. Хорошее оружие. Но стреляет не так хорошо, как нарезанное. Кто хочет попробовать? Подержать в руках подлинную вещь? Давайте. Почувствуйте себя солдатом той поры. Ну, по поводу кирпичом не чистят. Это понятно. Здесь ствол внутри гладкий. Поэтому можно чистить любой крошкой. Ну, от пыли, гарит, чтобы ствол был чистый. Сажи, всяких остатков пороховых выстрелов. А когда ружье изнутри сделана резьба, то, соответственно, грубые абразивные материалы, они, конечно, могут эту резьбу повредить. Поэтому чистка ружья резного это более сложная процедура. Но надо сказать, что и такое ружье, и нарезное заряжалось одинаковым образом. Обратите внимание, кто охотничий, видел ружье, да? Они же все заряжаются с этой стороны. Это потом придумали. Здесь патрон загоняется вот так вот сверху и потом забивается шомполом. Тоже возникали разного рода нюансы. Например, патроны либо делали прямо в полку, отливали в специальных формочках под подходящий размер, круглый патрон получался. А англичане и французы стали делать массово на заводах конические патроны под нарезное оружие. Эти патроны со специальной резьбой лучше дальше летели, четче держали траекторию, это был более прицельный выстрел, но они не всегда идеально подходили под размер ружья, все-таки стандарты тогда были не такие, как сейчас. И я читал как-то, что было очень много жалоб со стороны солдат. Этот заводской унифицированный патрон, он, конечно, гораздо дешевле в производстве, их много у тебя, появится целый патронтаж и сумки с патронами. Но этот заводской патрон иногда нехорошо заходил в ствол, и были случаи, когда просто ствол разрывался в руках у солдата, солдат получал травму тяжелую либо ожог, поэтому не все было еще идеально. Но главное, что мы должны с вами запомнить, то, что наша армия примерно процентов на 95 вооружена таким оружием, и только 5 процентов это штуцера, это специальные егерские команды. Их стало больше к концу кампании, процентов до 10 по разным оценкам, но все равно 90 процентов это старое оружие. Оно стреляет прицельно недалеко. У них, опять же, оценки разные, но сильно больше половины это современное оружие. Ну, это как играть в футбол, мы босиком, они в бутсах. Так вот, мы поняли, что такое стрельба издалека, затем мощная атака, впервые столкнулись тогда наши с колониальными войсками, с войсками зуавов, так называемые. Зуавы это не только выходцы из колоний французских, главным образом темнокожие, но это в том числе и добровольцы французы. Галлы, кельты, французы, но они такая была яркая одежда, разодеты, производили, в общем, устрашающее впечатление. Очень хорошо подготовленные профессиональные части. С трудом наши более-менее организованно отступили. Поле боя осталось полностью занеприятелен. Нельзя сказать, что союзники были очень уж готовы к крымской кампании. Тоже бардак был там абсолютно. Начнем с того, что они высадились в Евпаторию, не имея карт Крыма. Куда идти, узнавали по опросам местного населения. Где там Севастополь, куда двигаться, где лучше дороги. Потом подвезли картографические принадлежности. Наши отступили от Альмы на север, прикрывая дорогу в центральную часть Крыма, оставив Севастополь незащищенным. Одна из лучших бухт, наверное, в нашей стране. Великолепная крепость, профессионально отлично защищенная для ведения боевых действий с моря. Система батареи с моря считается почти неприступным. Суши это просто открытый город. Заходи. Никаких укреплений. Если бы после Альмы французы с англичанами ускоренным маршем в два дня, в три, дошли до Севастополя, город бы пал. Но они растерялись, они замялись. Наша собственная ошибка, то, что наша армия ушла на север, их тоже сбило с толку. Они не очень понимали, в какую сторону им идти. В результате у стен Севастополя они оказались только где-то частями подходили. Они примерно начиная с середины сентября. И за это время наше время зря не теряли. Оборона Севастополя это совсем другая война. Война не та, которая шла раньше. У нас оказались в целом хорошие толковые инженеры, во главе которых стоял очень талантливый инженер, фамилию которого надо любому патриоту России знать, Татлебин. Молодой Татлебин возглавил все инженерные работы в Севастополе. Севастополь город на холмистой местности, поэтому поскольку построить крепостные стены, систему рвов, каких-то каналов невозможно, то Татлебин строил оборону по принципу «я тебя слепила из того, что было». Вот есть холмы, промежутки между этими холмами заваливались буквально разного рода мешками с песком, корзины делались огромные, которые насыпали в них все, что можно в них насыпать. Баррикады строились. По сути, это был принцип городских баррикад. Все это сверху засыпалось опять же землей. Конечно, артиллерия эти баррикады разносила в случае прямого попадания, но мы за ночь их восстанавливали. И таким образом на курганах севастопольских были сооружены по мере сил более-менее надежные укрепления. Вторая тема это флот. Флот, мы с вами говорили, в море воевать не мог. Он был обречен. И наши адмиралы прекрасно это понимали. Поэтому было принято трагическое, но верное решение флот затопить в Севастопольской бухте, тем самым окончательно лишив возможности вражеские корабли пройти в город море. Флот затопили буквально в два ряда. Часть кораблей оставили в качестве плавучих батарей, часть небольшую в качестве резерва. Основные корабли были затоплены. Топили разными способами. Это, конечно, для моряков, наблюдавших с берега, это трагическое зрелище было. Моряк, он же рекорд. Представьте себе, он 20 лет на этом корабле. Это его дом родной. Команда, это его семья. Какие там у него увольнительные редкие отпуска. И этот дом, он защищал, он одерживал победы. И вот этот дом, он собственными руками уничтожает. Есть очень много трогательных историй, удивительных, про то, как одного корабля вскрыли люки, что-то взорвали, он все равно не тонул. Откройте огонь прямой наводкой под ватерлинию. Не надо стрелять по собственному кораблю, это вообще преступление. Не тонет. Тогда один из моряков, который служил на этом корабле лет 20, уже совсем не молодой, бросился в плавь, доплыл, что-то там докрутил. Теперь, говорит, стреляйте. Один раз выстрелили, первым ядром попали куда надо. Корабль сразу пошел ко дну, а моряк из-за пазухи достал икону Святого Николая. Вот, говорит, пока Святой Николай наш корабельный был, забыли корабельную икону. То, говорит, не тонул, теперь с нами. В Севастополе есть очень трогательный памятник затонувшим кораблям, символ города. Почему это решение было разумным? Потому что дело не в том, чтобы перегородили бухту, это бонус. Вряд ли бы они смогли в эту бухту на самом деле ворваться с учетом силы и качества береговых батарей. Вряд ли бы рискнуть. Очень маленький гарнизон Севастополя получил профессиональных защитников, моряков. Они все сошли на берег, и они, собственно, составили костяк севастопольской обороны. Плюс пушки, все корабельные пушки были сняты, и, собственно, они и встали на курганах и на батареях. Вообще моряки той поры, в отличие от моряков, слегка нетрезвых балтийцев образца 17-го года, которые там буянили у нас, революцию делали, это совсем другие моряки. В 17-м году это в основном мобилизованные. Из деревни их вытащили, обучили. Война, им уже вот как козь в горле это все. У них отношения у тех моряков плохие с офицерами, как правило. Моряки той поры, это особое сословие. Это одна семья, очень высокий уровень взаимовыручки. На флот идут более-менее грамотные, там же надо запоминать, как эти реи называются, паруса, слова-то иностранные к тому же. Высок процент даже тех, кто умеет читать и писать. Но самое главное, особое отношение у профессиональных моряков, служащих десятилетиями на корабле со своими офицерами, очень высокий уровень взаимовыручки. Каждый офицер нормальный, это действительно слуга царю, отец солдатам. И очень высокий уровень инициативы. Моряки не замуштрованы, они инициативны, потому что, когда идет морской бой, они же не в колонии воюют. Каждый моряк знает свой маневр. Поэтому, сойдя на берег, они оказались, в общем-то, самыми лучшими оборонительными частями Севастополя. Точно так же, как их командиры. Наиболее известны нам три. Это вице-адмирал Корнилов, он же является как бы замом Менщикова в целом по компании, поскольку он начальник штаба Черноморского флота. Это вице-адмирал Нахимов и контр-адмирал Истомин. Вот три главных командира, героя Севастопольской обороны. Авторитет их, естественно, в морской среде, который распространяется на весь гарнизон, абсолютен. Это боевые, храбрые адмиралы, которые пулем не кланяются, которые знают все. Поверьте мне, что Нахимов, Истомин, Корнилов заменят любого моряка на любом месте на корабле. Справиться с этим лучше. Управление парусным судном это большая наука, и тем более эскадрой. Поэтому в Севастополе таким образом возник очень своеобразный механизм управления, который, наверное, и предопределил эффективность его обороны. Мы помним с вами, как звали гражданского губернатора? Был, наверное. А еще был Менщиков, который всем руководит, в том числе и Севастополем. А еще царь периодически присылает своих флигеля-диютантов. В основном флигеля-диютанты приезжали из Петербурга и передавали Нахимову поклон от государя-императора. Он говорит, спасибо большое. Пришли лучше еще пушек, ружей и снарядов. За поклон благодарю. Это была своего рода уникальная в нашей истории военно-республиканская диктатура, где офицеры штаба определяли, кто главный, кто за какой участок отвечает. Истомин отвечал за первую линию обороны, включая Малахов-Курган. Он там на Малаховом Кургане и жил, он там и ночевал. Нахимов после гибели Корнилова за оборону города в целом. Татлебин за, соответственно, инженерные оборонительные сооружения. Распределены обязанности и при этом абсолютная диктатура, абсолютное единоначальное. Дело гражданских помогать, когда их попросят. Даже когда Николай Павлович прислал двух своих сыновей в Севастополь, Михаил и Николай, оба лет по 20, молодые парни, они где-то там месяца полтора проходили практику на передовой. Ну, по крайней мере, поняли, что такое война. Получили за это по Георгиевскому кресту. Ну и вернувшись, сказали отцу, что лучше не мешать. Это лучшие адмиралы и солдаты, которые у нас есть, они справятся. Ими командовать не надо. 5 октября, посчитаем с вами, Альма, это 8 сентября, почти месяц прошел, пока наконец-то подготовились к бомбардировке и штурму Севастополя войска союзников. Собрались наконец-то. 5 октября начинается первая, одна из самых страшных бомбардировок Севастополя. Вообще, по количеству выпущенных ядер, бомб, снарядов, выражаясь современным языком, это самый большой артобстрел в истории на тот момент. Все время, когда говорим с вами о нулевой мировой, мы все время говорим самый большой на момент. Никогда раньше такой плотности огня на таком малом участке фронта не было, как 5 октября 1654 года. В этот же день убит прямо там на позиции, на передовой главнокомандующий. В Севастополе стоит замечательный памятник Малахом Курганин Корнилову. По легенде последние слова его были «Отстаивайте же Севастополь». Командование переходит его заместителю в вице-адмиралу Нахимову. Я не буду подробно пересказывать ход боевых действий, тем более, что он был такой достаточно однообразный, тяжелый в течение года. Мы с вами как-то договорились, что раз говорим об истории такими эмоциональными мазками в стиле исторического импрессионизма, чтобы какие-то моменты можно было запомнить, оставить у себя в сердце, и потом как мозаику их сложить, тогда будет представление понятное о сути нашей истории, вызубривать цифры, даты, какого числа, кто пошел в атаку, сколько погибло, сколько было выпущено ядер. Давайте мы этим заниматься с вами не будем. Скажу еще одну дату. Первые события шли очень плотно одно за другим. Через несколько дней, 13 октября, битва под Балаклавой, знаменитая. Это наша попытка деблокировать Севастополь. Слово «деблокировать» я всегда говорю в кавычках. Севастополь не был в блокаде. Это так называли. То есть оттеснить врага от города, тем самым расчистить поле боя. Не получилось оттеснить. Сражение закончилось 50 на 50 с переменным успехом, примерно с равными потерями. Не случайно Балаклава, слово, которое и в английском, и в французском языках есть, и в географических названиях в том числе. Она памятна в рамках всемирной уже истории двумя очень яркими эпизодами. Первый эпизод называется «Атака легкой кавалерии». Как-то звучит на английском «The Charge of the Light Brigade». Так называется одноименное классическое стихотворение Альфреда Теннисона, которое изучают все английские школьники, хоть в государственных, хоть в частных школах. Оно, как Евгений Онегин, как Бородино у нас, входит в школьную программу. Это стихотворение, кстати, написанное тогда же по горячим следам, тоже было напечатано во всех газетах и в листовках распространялось среди английских солдат. Что произошло? В начале битвы под Балаклавой наши кавалеристы лихой атакой захватывают английскую батарею и дальше движутся вперед таким полукругом. Батарея небольшая, один из пушек. Но это английские пушки. На пушках вензеля королевы Виктории. На пушках английский герб. Поэтому главнокомандующий английской армии лорд Роглан дает команду другому лорду, лорду кардигану или кардигану, тоже вошедшему в историю мировой моды, по возможности пушки отбить, ибо не гоже, когда артиллерия с гербом Британии окажется во вражеских руках. Команда передается не напрямую, а естественно, как тогда было, через Вестового, через порученца. Порученцем является капитан Нолан, который, прискакав к лорду кардигану, говорит ему, есть команда пушки отбить, врага атаковать. А пушки где? Дальше буквально следующее. Слово по возможности он не произносит. Ну, точнее говоря, может и произносил, а может и не произносил. Когда разбирались потом, Роглан говорил, я же сказал по возможности. Кардиган объяснялся, а мне не сказали по возможности, мне передали прямой приказ, который обязаны исполнить. Переспросить Нолана было невозможно, потому что он погиб во время атаки легкой гавалерии. Где пушки? Да вот где-то там. И машет рукой. Их не видно, вот где-то там, за холмом. Кто такой лорд кардиган, чтобы мы с вами понимали? Это вообще-то не совсем военное. Он граф. Он профессиональный спортсмен-наездник. Богатый человек. Живет не в лагере. Он живет на яхте. У него яхта рядом. И он днем на фронте, а ночью поужинать и спать на яхте, которая у него там припаркована в Балаклаве. Он за свои деньги полностью экипировал от оружия и до лошадей целый кавалерийский полк. И он с этим полком и с другими воинскими частями командует бригадой легкой кавалерии. Должность этого командира бригады он, по сути, купил. Полк за свой счет отдел обул, снарядил и сказал, я хочу сражаться. Пожалуйста. Бригада это большое кавалерийское подразделение. 1400 всадников делятся на полки и эскадроны. Эскадрон 140, пять полков составляют бригаду. У них есть еще и артиллерия своя кавалерийская. Артиллерия в этом событии не участвовала. К счастью для бригады легкой кавалерии у него был некомплект на этот момент. Она уже понесла потери. Кто-то болел, кто-то отстал. И насчитывалось почти 700 человек. Там 670 с чем-то человек в момент получения приказа. Далее бригада атакуют прямо на пушке. Наши войска стояли подковой такой. Получалась долина. Эту долину потом англичане назовут долина смерти. И они в эту долину поскакали. Они с самого начала попали под такой вялый по началу перекрестный огонь с двух сторон. Пушки тоже отстреливались. Но все-таки с налету они ворвались на артиллерийские позиции, порубили прислугу, смяли казаков и которые стояли за пушками второй линии. Казаки не ожидали самоубийственной такой атаки. Они немножко оттянулись. Они вообще были без командира. Казачьи офицеры где-то в стороне были в этот момент. Ну, а дальше оказавшись посреди этих пушек стоят наши войска, которые тут же развернулись и стали в упор отстреливать этих кавалеристов. Любопытный эпизод. Командир бригады, спортсмен лорд Кардиган, он тоже ворвался на позицию. Тоже проскочил за пушки и оказался лицом к лицу с нашими защитившимися рядами. И тут командир одной из частей запамятовал фамилию. Князь узнал лорда Кардигана в лицо, ибо он с ним где-то разговаривал на рауте в Лондоне на светском. О, говорит, Кардиган, в него не стрелять. Таким образом, он остался жив. Они покрутились, дальше двигаться некуда, поскакали обратно. Но к моменту, когда легкая кавалерия, уже понеся большие потери, поскакала обратно, наши стреляют в спину, наши уже организовавшись стреляют с боков, то есть они попали под кинжальный перекрестный огонь, и потом наносятся боковой удар уландским полком. Это страшное дело в кавалерии, когда пропускаешь боковой удар. Смертельно. Сносят. Итоги этого эпохального события следующие. Из почти 700 кавалеристов не все погибли. Это неправда. Это английские легенды. Погибло примерно половина. Баронами, лордами в этой элитной бригаде легкой кавалерии были только офицеры. Все остальные были обычными английскими парнями. Добровольцами, наверное, мало кто. Англичане служили по контракту. У них была платная армия профессиональная. Разбирательство ничего не показало, потому что непонятно, то ли приказ неправильный, то ли поняли неправильно. В итоге решили из этого сделать героическую историю. Вот он истинно британский дух. Получить идиотский приказ. Пойди туда, не зная, куда атакуй. Куда-то там за холмом. Где-то там есть пушки. И понимая, что это абсолютно бессмысленно, тут же этот приказ храбро выполнить, поставившись под пули, под картечь, под уланов, под казаков и героически умереть. Еще есть один нюанс, о котором англичане не любят вспоминать. Лорд Кардиган и генерал Роглана находились в сложных родственных отношениях друг с другом. И терпеть друг друга не могли. Там все наложилось. Никто не хотел никого переспрашивать, что надо делать. Зато мы имеем бессмертное произведение английской литературы. Две мили, две мили до русских высот, долиной у смерти скакали шестьсот. Он молвил, на пушке бригада, вперед, долиной у смерти скакали шестьсот. Вперед кавалерия, в чем был расчет? Ведь каждый из них знал, что скоро умрет. На этот вопрос нет ответа. Зачем под шквальным огнем погибнуть им всем? Но отдан приказ, и время не ждет. Долиной у смерти скакали шестьсот. На английском звучит вообще замечательно. Главными выгодоприобретателями были казаки. Они переловили этих элитных лошадей, на простых лошадях веком-то не ездят, и продавали их потом не задешево. В общем, обратите внимание, наша похожая, чуть менее масштабная атака полковника Карамзина, сына, нашего великого историка, это позор. Уголовное разбирательство. Наша не менее масштабная и такая же героическая атака кавалергардов под Устерлицем, восхитившая Наполеона, половина погибла, это глупость, а у англичан это геройство и образец подлинно британского духа. Так и должно быть. Я как-то был в Лондоне и там оказался в баре, который так называется бар Красной Кавалерии. И вот там все, картины Красной Кавалерии, мундиры, какие-то реплики сабель, все пьют пиво и восторгаются. 28 панфиловцев. Молодцы, англичане, умеют. Паб английский, это важное место. Там у них есть много пабов таких тематических. Мне на глаза как-то попадался паб лорд Роглан, паб Балаклава, потому что в пабе, как правило, вербовали контрактников. Почему? Сидит какая-то компания молодых рабочих, выпивают, к ним подсаживается вербовщик, обрисовывает им светлое будущее, чины, славу, добычу, высокое жалование, угощает за свой счет. Упился? Считаем, что ты с сегодняшнего дня в армии. Контрактник будущего получает зарплату за этот день, помимо бесплатной выпивки. Но зарплату надо расписаться в ведомости. В момент, как ты получил зарплату полшиллинга и расписался в ведомости, дальше ты никуда не денешься. Дальше у тебя вариант либо на каторгу, потому что ты преступник, бежавший из армии, либо в армию. Вот это было главное место вербовки. Вторая легенда, связанная с битвой под Балаклавой, это тонкая красная линия. Образец уже не английского, а шотландского характера национального, стойкости и героизма. Во время одной из очередных наших казачьих атак на вражеские позиции мы атаковали позиции шотландского пехотного полка. Шотландцы, как полагается, в красных мундирах. На картине они в юбках, как на самом деле не могу сказать. Они держали довольно широкую позицию, и по уставным требованиям того времени пехота во время кавалерийской атаки должна либо выстроиться в каре, либо как минимум в четыре ряда для обеспечения плотности огня. Они не могли выстроиться в четыре ряда, поэтому они выстроились в два ряда и отстреливались из своих нарезных хороших ружей, образовав таким образом своими красными мундирами тонкую красную линию. Героизм заключался в том, что они не побежали, а стояли. Но казаки до них не доскакали. Казаки скакали-скакали, потом увидели, что большие потери, огонь плотный, получили команду, развернулись и поскакали обратно. Поэтому, честно говоря, вот если атака красной кавалерии имеет с пропагандистской точки зрения хоть какую-то историческую подоснову, то тонкая красная линия это просто вот умеют ребята гордиться на пустом месте непонятно чем. Зато здесь замечательный голливудский фильм, как называется «Thin Red Line». Посмотрите. Ну, кстати, вот тонкая красная линия такой эфемизм, полный аналог как раз нашей истории с 28-му панфиловцами. Нас очень мало, а их очень много. Но разница только в том, что боя у них не было. Медицина. Военно-полевая медицина, по сути, в современном понимании этого слова родилась там же, под Севастополем во время Крымской войны. Как у нас, так и у союзников. У них появился тогда термин «неприемлемые потери». Уровень неприемлемых потерь определяет возможность дальнейшего продолжения военной кампании. Почему американцы ушли из Афганистана? Неприемлемые потери. Почему ушли из Вьетнама? Достигнут уровень неприемлемых потерь. Вот это словосочетание родилось в английской прессе тогда. Чтобы потери не были неприемлемыми, они довольно серьезно обустраивали свою медицинскую часть. У них был полноценный военный госпиталь. У них были тоже сестры милосердия. И соответствующие общества, которые как в Англии работали, так и приезжали к ним на позиции и помогали. Но, конечно, медицинская часть обороны Севастополя безусловно повод для нашей гордости. Потому что у нас это связано с двумя масштабными явлениями, возникшими впервые тогда в нашей стране. Это медсестры или же сестры милосердия. Именно они тогда появились. Мы помним прекрасно Дашу Севастопольскую. Жена погибшего моряка во время обороны Севастополя, которая продала все свое лишнее имущество, купила повозку, бинты, медикаменты, то ли лошадку, то ли мула, раненым помогала, перевязывала, обрабатывала, как могла рано, и отвозила их в тыл, уже передавая в руки врачей. Это движение стало массовым. Жена младшего брата царя Михаила создала общество сестер милосердия. Это общество финансировало и закупку медицинского оборудования, лекарств, оплачивала труд врачей, помогала всем желающим петербургским столичным барышням, которые переезжали в Севастополь, она оплачивала им дорогу, содержание, вела большую благородную работу. Кстати сказать, Николай Пирогов тоже поехал добровольцем на фронт, на средства великой княжны Романовой. Это, безусловно, добрый гений этого времени и добрый гений севастопольской обороны. Собственно, отец современной военно-полевой хирургии. Николай Пирогов именно тот, кто изобрел гипс раньше или вообще без фиксации после перелома, или к какой-нибудь деревяшке тебя привязывали. Это не очень удобно и самое главное неэффективно. Срастается неправильно, не по форме руки-ноги. Поэтому после переломов огромное количество хромающих, руки не так сгибались. Пирогов подсмотрел, как застывает алебастер у своего друга-скульптора. Как быстро застывает, так, а с марлей? Какую форму можно этому придать? У него родилась гениальная идея таким образом на быстро застывающем материале фиксировать переломы. Николай Пирогов первым применяет в полевых условиях, в боевых, в качестве массового обезболивания эфир. Как оперировали на поле боя тогда, я даже не хочу вам описать. Дать спирта, деревяшку в зубы, чтобы не откусил себе язык. И искусство хирурга заключается в том, чтобы быстро отпилить конечность. Пока несчастный, раненый, не умер от болевого шока. Умирали. Немного. Потом как-то это прижечь, обработать. Тогда применяли эфир, но это был такой экспериментальный метод. Пирогов его поставил на поток. То есть это ведь неглубокий сон от эфира, поэтому больного усыпляли, тут же рядом стояла всегда сестра милосердия с потерей смоченной эфирным маслом. И если больной от боли просыпался, тут же его усыпляло обратно. Сотни, тысячи, бесчетное число жизней было спасено таким образом Пирогову. Пирогов применил сортировку больных на первой линии при первой перевязке. Больных всех везли в тыл и там решали, что с ними делать дальше, кого оперировать, кого спасать. Пирогов и его подчиненные, как сестры милосердия, так и работавшие врачи, они имели четкую инструкцию при первой же перевязке, чтобы остановить кровопотерю вместе с фельдшером врачом, определить степень тяжести раны. И только если рана средняя либо тяжелая, их везли уже в операционную, в госпиталь. Остальных потом отвезти позже, потому что ничего с ними страшного не случится. Пирогов для медицины того времени был абсолютным доктринером в части дезинфекции. Понятие дезинфекции не существовало в медицине. В Австриевской империи была известная больница, совмещенная с роддомом. Больница была классическая, а роддом патронировался местными монахинями. И иногда роженицы в больнице рожали, а иногда условных кормелиток. Это середина 19 века, это то же самое время. И вот один очень умный еврей врач обратил внимание на то, что почему-то процент родильной горячки, заражения и смертности после родов в больницной части выше, чем у монахини. Стал внимательно за этим наблюдать. И обратил внимание, что монахи не всегда с чистыми руками роды принимают, а в большой больнице. Хирурги, акушеры, это одни те же люди. Он же там оперирует, он же роды принимает. Они руки не моют никогда. Вот он только что какую-то гнойную рану вскрывал, не дай бог, там труп препарировал, и сразу после этого вызывает на другой этаж или в соседнюю палату принимать роды. С некой долей вероятности эта роженица потом умирает от заражения. Этому врачу пришла в голову гениальная мысль мыть руки перед приемом родов. И когда он заставил это делать всех врачей, невероятная была эффективность, просто процент смертности снизился на порядке. Там не ограничилось дело просто водой, там какие-то специальные растворы были, спиртовые. И как хирурги не сопротивлялись, он заставлял всех перед входом в родильную палату обязательно тщательно мыть руки. Но это вам для того, чтобы вы понимали, какой уровень развития медицины середины 19 века. Пироговая дезинфекция была абсолютная. Там все протирали уксусом, все протирали спиртом, невозможно было идти на операцию с грязными руками, поэтому много раненых выживало. Пирогов лично провел пять тысяч успешных операций. Так как в Севастополе, в отличие от английского лагеря, больницы не было, это все-таки военная база, то в качестве операционной Пирогов использовал танцевальный зал благородного дворянского собрания. Зал большой, светлый, и прямо одновременно на нескольких столах в этом зале шли операции. У него был такой высокий процент выживаемости, и слава его была так велика, что однажды солдаты приволокли с передовой Пирогову своего товарища без головы, а голову отдельно в мешке. И сказали, доктор, пришивай, ты же волшебник, у тебя все получится. Это реальная история. Война была совершенно другой, потому что другое было значение и роль инженерных войск. Помимо сооружения, укреплений, уничтожения, укреплений, возобновления, шла самая настоящая большая подземная война. Французы пытались выкопать огромный подкоп туннель под нашими позициями, чтобы заложить фугас под Малахов Курган. Туннель большой ширины. Остатки этого туннеля есть в Севастополе и сейчас. Туда не пускают, но посмотреть, попытаться можно хотя бы со стороны. Глубина залегания туннеля местами доходила до 8-9 метров. Представляете, то есть трехэтажный дом. Наши узнали про это. Наши выкопали контртуннель такой же. Ну и всех там взорвали. Это была война диверсантов. Как таковых штурмов в Севастополе было всего несколько. Все остальное время постоянные стычки, перестрелки. У нас нехватка всего. Оружия хорошего, боеприпасов, еды, теплая одежда. Поэтому на вес золота были эффективные диверсанты. Диверсанты могли как в одиночку ходить в так называемой диверсии, ночной вылазке. Наиболее известный диверсант матрос Кошка. Он приспособился метать аркан, как настоящий ковбой. Он подползал темными крымскими ночами, метал аркан и вытаскивал из траншеи сонного супостата неприятеля. Связывал его там как-то, кляп в рот и тащил языка таким образом на позиции. У Кошки было максимальное количество эффективных таких вылазок диверсий. По, опять же, легенде, в одну из своих диверсий он за ночь трех притащил. Он таскал ружья, одеяло, очень востребованные были теплые английские одеяла. И даже однажды утащил окорок огромный, почти сваренный. Были и массовые вылазки под руководством офицеров, по 200-300 человек одновременно ночью заползали, наводили в шухер. В рядах неприятеля уползали обратно. Почему таскали одеяло? Холодно, потому что крымские ночи холодно. Холоду были не готовы не только мы, холоду были не готовы совершенно и союзники. Но если у нас по крайней мере были шинели, настоящая образцовая офицерская шинель, бывшая на каком-то офицере под Севастополем. Это подлинный экземпляр. Она тщательно очень отреставрирована, на ней было много всяких мест, съеденных молью, были неопределенного вида непонятные дыры. Мы ее тут в музее привели в порядок. Шинели, кстати, появились у наших офицеров только в середине 19 века. Это полезнейшее внедрение императора Павла Петровича. Помогало только солдатам. Офицеры одевались того, что гораст. Кто в плащ, кто в какую-нибудь накидку с бобровым воротником. Вот у этой шинели еще хорошая вещь, у нее теплая такая стеганая подкладка. Ее набивали ватой иногда, когда отпарывали, туда вату загоняли, тогда превращался такой тулупчик, очень теплый, большая, можно было закутаться, расстелить, или наоборот, ночью использовать как одеяло. Именно тогда в силу морозов и плохой погоды зимой с 54-55 год родились новые виды одежды. Лорд кардиган известен нам чем? Кардиган. Кардиган это, вот как у меня сейчас я специально одел, вязанный жакет на пуговицах, теплый, шерстяной, он одевается под мундир. А поскольку у него такой большой разрез, то его под мундиром не видно. Ты одет по уставу, все правильно, но тепло. Роглан, главнокомандующий, у него другое изобретение, плащ, где нет шва, плечо сразу переходит в рукав. Иногда этот рукав даже так нависает, как у Шерлока Холмса сверху. А можно и без нависания, просто сразу переходит в рукав. Вода не попадает. Раньше швы же были не машинные, а ручные, поэтому мог промокнуть шов, и вода туда попадала. От дождя нехорошо. Роглан носил такой вот непромокаемый плащ. Ему, наверное, было удобно одевать, потому что все-таки руки у него не было. Он как-то его набрасывал. Ну и, наконец, самый знаменитый элемент современной моды, который родился там в Севастополе зимой 54-го года, это, конечно, балаклава. Балаклава – это вязаная шапочка типа носок. Одевается на голову, вот так вот, и до шеи, вот сюда тепло, а здесь прорезь для лица. Изобретена храбрыми английскими солдатами и офицерами, потому что очень холодно. Потом ее модифицировали, уже балаклаву, и она стала закрывать из шеи нос, то есть прорези стало три для глаз, либо одна щель для глаз и для рта прорези. Тогда была одна такая. Грелись как могли, папиросы появились тогда. Были, конечно, папиросы у турок, ручные, поэтому англичане, французы подсмотрели и поняли, что зачем вот эти трубочные табак, все это очень сложно, когда можно взять обычную газету. Вот ты почитал «Таймс», берешь, сворачиваешь, набил ее табаком, и очень удобно. Потом папиросы родились там же, под Севастополем. Тогда же, кстати, из-за плохой погоды, совершенно неожиданно, эта погода сказывалась не только на людях, но и на флоте. Неожиданная буря довольно сильно потрепала. Англо-французский флот в Малаклаве. Тогда же появились и первые метеослужбы. Так что прогноз погоды это результат прямой севастопольской кампании. Сначала метеослужбы появились в Европе, потом, соответственно, и у нас. Прошла зима, весна 1955 года, под Севастополем не получается, английская эскадра уходит в длительный рейд по Азовскому морю, продолжает там пиратствовать. Высадили удачный десант в Керчи, высадили, пожгли, что могли, пытались высадиться в Мариуполе, Таганроге, не получилось, обстреляли эти города с моря. Параллельно удается втянуть в войну Сардинию весной 1855 года. Какие у них неразрешимые противоречия с Петербургом, скажите мне. Где яблоко раздора? Ну, с англичанами понятно, с ними всегда. С французами масса взаимных обид. С итальянцами это чего? Ничего, вообще. Их просто уболтал вступить в войну Наполеон III, пообещав потом королю Сардинии и Пьемонта помочь с объединением Италии в единое королевство. В обмен на щедрое обещание Италия вступила в войну, 15 тысяч корпус послала. Сейчас под Севастополем есть отдельное кладбище итальянское. Большая часть там свою могилу и нашла. Ни за что, ни про что. Март 55-го года во время очередной арт-дуэли адмиралу Истомину командующему передовой линии обороны правой руке Нахимова ядром снесло голову. Нахимов остался один. Продолжается вот это покусывание России со всех сторон, попытки прорваться на других направлениях весной и летом 55-го года. Новая компания на Дальнем Востоке, туда приплывает новая уже большая эскадра англо-французская, приплывает в Петропавловске Камчатске, а там ничего нету. Наши эвакуировались, знали, что придет. С досады большой сожгли пустой абсолютно город, небольшой. Расстреляли его зажигательными бомбами с кораблей. Есть история, даже сохранилось имя. Семен Удалов. Это наш пленный. солдат или моряк, не знаю. Попал в плен во время первой попытки штурма Петропавловска, год просидел в плену, там не один, их там было несколько человек, и вот именно их и заставили стрелять зажигательными бомбами по Петропавловску. Семен Удалов сказал, что не может стрелять, пока его не развяжут. И в кандалах сидели целый год. Кандалы сняли, он сразу прыгнул за борт, его застрелили в воде. Помните фильм «Остров», да? Там в командиры немцы заставляли стрелять моряка, и потом он всю свою жизнь скупает этот грех свой, что он застрелил своего командира. Вот Удалов не стал стрелять, спрыгнул и погиб. Я не буду вам рассказывать эту историю на Дальнем Востоке, у нас на это точно не хватит времени, чтобы вы заинтересовались. Расскажу только, чем эта история закончилась. Вторая экспедиция карательная на Дальнем Востоке закончилась следующим. «Таймс» вышла с таким подзаголовком, процитирую. «Вся Европа хохочет над владычицей морей». Опять эскадра английская неугомонная приходит к Соловкам, но на этот раз не пытается штурмовать. Ведет себя очень мирно, просто попросили продовольствия, а именно мясо. На что наместник, помните, тот самый, который крестным ходом водил монахов по стенам, бывший полковой священник грозно сказала, «Коров у нас не хватает, нам они нужны для молока, мы сами мясо не едим, мы постимся, пьем молоко, отдать вам ничего не можем, поэтому англичане постояли-постояли, ничего не получили и ушли во своясье». Еще одна попытка была прорывок через Кронштадт к Петербургу, на этот раз более серьезная, более ста кораблей, огромная эскадра английская, пыталась пройти через Кронштадт, ничего не получилось, там еще более совершенные минные поля за этот год сделал, Литке и командование Кронштадта, более того, там были модернизированные новые неизвестные англичанам мины, которые были приспущены под воду, это были мины новой российской конструкции, раньше мы покупали мины у Нобеля, мины от Нобеля англичане знали, а наши мины не знали, очень их боялись, ну к тому же мы держали там большую армию, поэтому десант в любом случае не имел никаких шансов, могли только обстрелять Петербург максимум, 300 тысяч под ружьем стоило в Петербурге солдат, гвардейских полков, с досады обстрелялись Виаборг и ушли. Как писала потом любимая нами, часто цитируемая самая популярная британская газета Times, никогда ранее еще действия столь огромной армады не заканчивались столь смешным результатом. Смех смехом, а в Крыму в это время было не до смеха, потому что там собственно был главный театр боевых действий. Менщиков весной 55-го года подает в отставку. Каланканач становится князь Горчаков. Тоже не молодой, он всю жизнь был начальником штаба у Паскевича, 20 лет, человек, которого прозвали честный князь за абсолютную неподкупность. Он дед нашего премьер-министра известного Петра Столыпина. К сожалению, можно быть замечательным начальником штаба у инициативного командующего такого, как Паскевич. Когда ты всегда на вторых ролях, а Паскевич был исключительно авторитарным человеком, подавляющим любую чужую волю, слушался он только Николая, больше никого. Когда ты все время на вторых ролях, когда ты все время под начальником, который принимает за тебя решение, это убивает в тебе инициативу. И каким бы ни был князь Горчаков честным офицером, порядочным человеком, не трусом, он был совершенно безинициативен. И поэтому пользы от него, как от командующего, было очень мало. Хуже всего то, что когда он потом будет получать реляции из Петербурга с требованием активизировать боевые действия, он привык слушаться. Он не мог, как Нахимов сказать, видите, сами себя активизируйте. Он будет активизировать боевые действия. Это очень плохо для нас закончится. Горчаков понимал, что Севастополь рано или поздно придется сдать. В этом есть военная целесообразность. Но от сдачи Севастополя удерживал гарнизон. В первую очередь сами моряки и сам Нахимов, которые были готовы стоять насмерть. Но злой рок июнь 55-го года тяжелое ранение от Отлебина и конец июня 28-го числа убивают на передовой Нахимова. Нахимову убивают из нарезного оружия издалека. Он не стоял прямо в первом ряду. Во второй линии обороны. Но тем не менее дальнобойное нарезное ружье пуля попадает Нахимову в лицо. Душа обороны Севастополя пала. Несколько раз пытаются взять город еще раз штурмом к памятным датам. То активизируют действия. Годовщине Ватерло очень стараются англичане. Годовщине взятия Бастилии очень стараются французы. То есть это не только у нас, когда мы пытаемся что-то к 7 ноября. У них то же самое. Ничего не получается. Большие потери. Тем временем Горчаков получает уже строжайшие указания из Петербурга что-то делать. Деблокировать Севастополь. Но в конце концов нанести ответ на удар. И хотя у нас нет для этого ни сил, ни вооружения, ни средств. Мы технически отстаем от армии. Мы можем еще как-то героически одержать оборону, но мы не можем атаковать. Мы не готовы ни к каким наступательным действиям. И тем не менее Горчаков, чтобы не пасть лицом в грязь перед новым молодым императором в начале 55-го года, умирает Николай I от воспаления легких в Петербурге новый император Александр II князь Горчаков решает показать себя и проводит наступательную операцию у Черной речки. Чтобы дети мои легче запомнили и студенты, любящие соответствующие фэнтези, запомните, это была битва при Черноводной, при Черной речке. То же самое, как атака легкой кавалерии у них, только наоборот, почти в том же месте. Мы идем на пролом, мы атакуем в гору, мы не знаем позиции, мы попадаем под сложный рельеф, ряды расстраиваются, мы идем под лобовым огнем и под перекрестным огнем. В итоге 10 тысяч потери за один день нашей армии, 10 тысяч, которые могли держать Севастополь. Абсолютная неудача, полный разгром, при том, что показываются чудеса храбрости наших солдат, не то чтобы офицеры, генералы лично ведут в атаку. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним идти. Это как раз якобы народное, на самом деле приписываемое Льву Толстому стихотворение про атаку на Черноводной, про битву на Черной речке. Когда мы пошли, а там овраги, а там все не так. А там надо ползти. Мы брали с собой какие-то лестницы такие небольшие, штурмовые, а враги настолько глубокие, что они глубже, чем эти лестницы. Ты проваливаешься в них, а вылезти не можешь, а по тебе стреляют буквально сверху. Это как раз про ту последнюю неудачную попытку деблокада Севастополя. французы. Французы 27 августа 55-го года наносят контрудар. Резко с лету штурмом таким стремительным берут Малахов-Курган. Мы просто не ожидали этого. Они были очень близко. А как ты попадаешь в серую зону, ты смертник. В годы Первой мировой войны серая зона между позициями Увердена, Сомма, Умас, могла быть несколько сот метров. То есть дальность прицельного быстрела. Чуть подальше за него отойти и все. Ты в безопасности. В то время у Малахова-Кургана эта серая зона доходила до 30 метров в упор. Так близко подходили французские передовые траншеи. Они там не высовывались, конечно, они в них лежали. Первым нашим позициям. Поэтому резкий неожиданный штурм подготовленный. Они сразу на Малахов-Кургане. Там начинается срачнейшая резня. Наша застегнутая врасплох. Штыки, сабли. Вот такие вот тесаки. Попробуйте, кстати. Что-то давно не доставали. Кто не боится оружие взять в руки? Это саперный тесак. Европейский саперный тесак. Резать проволоку им. Попробуйте. Это настоящий. Он в крови. Он боевой. Он боевой. А вот кавалерийский про атаку легкой кавалерии говорили мы. А вот кавалерийские сабли. Все, кладите, вам нравится. себя чувствую. А вот кавалерийские сабли. Кто хочет почувствовать себя кавалеристом. Это мы у французов после войны 1812 года заимствовали такой тип кавалерийской сабли. И вот наши шли. Тяжелая, тяжелая. Представляете, вот такой вот. Не очень, да? А помахать. Профессионально натренированный кавалерист должен был такой саблей легко отрубить голову с лед. Вот так ударом. Бесконечные тренировки манежные. Там капуста, какие-то там укрепленные вещи, отработка удара. Ну, есть легенда, что рубили казаки пополам до пояса. До пояса нет смысла рубить. Зачем? Перебить шею. Это требует долгих-долгих месяцев тренировки. Это пехотная, по-моему, офицерская сабля того же времени. Вот она уже легкая. Она в основном чтобы отличать элемент одежды офицера, помахать ей можно в случае чего, но только если совсем рукопашная. А это настоящее боевое оружие. Собирайте. Я собираю всю жизнь холодное оружие, но я собираю боевое, не парадное. То, которое было в бою. Это самое честное оружие, понимаете? Это же не какой-то там пистолет, которым ребенок может взрослого застрелить. Тут вопрос чести. Если ты его обнажишь, то будешь отвечать за это. Последнее честное оружие. Идет резня, кирками, лопатами, саперными тесаками, штыки. Она даже несколько раз почти переходит из рук руки. Нам кажется, что мы почти выбили французов, как на батарее Раескова Бородино. Они возвращаются, их больше, у них огромная концентрация, сил, они подготовились к этой атаке. Когда уже Курган будет полностью захвачен, и наши все отойдут. Сейчас это огромный парк. Его засадили деревьями уже после Великой Отечественной войны. Это парк на возвышенности. Тогда это абсолютно голое место. Ни кустика, ничего вообще. Просто голая насыпь высокая. Вся изрытая траншеями, укреплениями, глиндажами. Французы уже заняли почти весь Малахов Курган и поняли, что по ним откуда-то стреляют. Потом разобрались, оказалось, что у русских остался один взвод. 20 или 25 моряков, которые забрались на какую-то крайнюю высоту, залегли там и продолжают огонь. Они одни сражались против целой французской дивизии. Но те несколько минут, пока французы не поняли, где они находятся, и просто их не смели. Это были последние защитники Малахова Кургана, оттуда не ушедшие. Битва за Малахов Курган очень сильно напоминает Бородино, потому что, заняв нашу позицию, французы не пошли дальше, а стали готовиться к сражению на следующий день. Они были уверены, что следующим утром русские контратакуют и будут стараться выбить их с Малахова Кургана. Малахов Курган господствующая высота над городом. Если туда затащить массу артиллерии и развернуть ее в сторону города, который был конечно тогда намного меньше, чем сейчас, то дальше дело техники. Город можно просто сжечь сверху. Два дня французы простояли на Малахов Кургане, собираясь силами и ожидая контратаки. Мы уходили из Севастополя, у нас не было сил на ответный и сжечь. Мы затопили последние резервные корабли Черноморского флота, затопили все плавучие батареи и таким образом оставили французам не сожженную Москву, но полностью сожженный Севастополь, в который они даже не зашли. Там почти не было каменных зданий. Очень мало зданий, которые были заняты под административные части в городе. Вглубь союзники не двинулись. Это была настоящая первого победа. Огромными усилиями, годовой осадой они взяли город. А что дальше? В Крыму военные действия практически прекратились. Идет велотекущая кампания, эскадра союзников пытается занять еще Николаев, это не получается, они оставили небольшой гарнизон на Кинбургской косе, там сейчас рядом с Николаевым, но прорваться к Николаеву не смогли, вернулись в Крым. Наши продолжают боевую кампанию на Кавказе, взяли Карс, в Крыму затищие. Но вот это казалось бы затищие на поле боя не ведет к тому, что западные страны решают помириться с Россией, поскольку вроде как равенство, такое динамическое равновесие, ничего подобного. Они еще более ожесточаются. В декабре 1955 года мы получаем ультиматум от Австрийской империи. Вы помните, Австрийская империя все время находится в состоянии врачебного нейтралитета. Она ввела войска вслед за нами в Дунайские княжества и держит огромную подготовленную армию на границе, как бы нависая над нами. И вот, наконец, Австрийская империя показывает свой звериный оскал и предъявляет ультиматум Петербургу. Мы должны отказаться от этого, от тех территорий, ликвидировать Черноморский флот и прочее, прочее, прочее. Иначе Австрия вступит в войну. Уже открыто на стороне Англии и Франции. Вслед за этим мы получаем очень вежливое, очень дипломатичное, очень любезное письмо из Берлина от папиных родственников, где говорится о том, что Пруссия, которая была в состоянии такого истинного нейтралитета, она нам ничем не помогала, но вроде как ничем и не мешала. Что Пруссия тоже настоятельно просит, с учетом сложившихся обстоятельств, в Петербург во имя мира, естественно, во имя спасения человеческих жизней, во имя прекращения бессмысленного кровопролития, любезнейшим образом просит нас принять австрийские условия. Иначе ситуация может в Берлине коренным образом поменяться. Делайте выводы сами. Требования Англии, Россия отдает Крым, всю Бессарабию, Кавказ, поскольку на Кавказе активизировались горцы очень к этому моменту, активизировалась эта Кавказская война. Россия проводит демилитаризацию полную с выводом всех войск, гарнизонов из всех черноморских городов и крепостей. Одессы, Николаева, Херсона, Азовских крепостей также. Начинаются мирные переговоры. В Париже в март 1856 года нашу делегацию возглавляет царский сатрап, глава третьего отделения, успешнейший дипломат Алексей Федорович Орлов, племянник Григория Орлова, фаворит Екатерины. Очень немолодой на тот момент, ему 77 лет. очень немолодой, все повидавший, очень опытный, ведет любезнейшие разговоры с любезным братом Наполеоном Третьим. Один на один. И популярно объясняет Наполеону Третьему, к чему приведет принятие английских и австрийских условий. Это приведет к резкому усилению Британии, которая, хоть и была временным союзником Франции, но это же ваш враг в Европе. Зачем вам усиление вашего главного исторического противника? Это приведет к усилению Австрии. Может быть, она захочет еще куда-нибудь продвинуться дальше. Вам это зачем? И Наполеон Третий соглашается, что да, мы, в общем-то, свои цели достигли, взяли какой-то моральный реванш за неудачу 1812 года. Действительно, Англия и Австрия хотят слишком многого. Не могу с вами, любезнейший граф Орлов, не согласиться. В результате подписанного Парижского мирного договора и вот этих разыгранных очень грамотно орловым противоречий между союзниками, что мы получаем? Какой итог Крымской войны? Мы теряем крошечную территорию Бессарабии, Устье Дуная, и то передаем ее формально Молдове. Мы, конечно, отказываемся от протектората над православными, какой же там протекторат, но мы ко всему этому вернемся через пару десятилетий. Меняем Севастополь на Карс, они уходят из Крыма, мы уходим с занятых территорий в Турцию. Идея расширения нашего могущества движения к Средиземному морю, Босфору, Ватарданелла, на всем на этом приходится поставить крест. Наиболее болезненный для нас пункт о демилитаризации Российской империи. Демилитаризация заключается в следующем. Мы отказываемся от военной базы на севере на Оландских островах, которые были заняты на тот момент английским флотом. Мы ликвидируем Черноморский флот полностью. Нам мало чего осталось ликвидировать на самом деле. Большей частью он уже затоплен либо погиб. Остатки только. Остались кое-какие корабли в других портах. Мы их затопили, потому что детях нам было некуда. И мы срываем береговые укрепления, артиллерийские батареи в Одессе и Николаеве. Демилитаризируем наши порты. Для того, чтобы посластить пилюлю, противную сторону, ведь сейчас Франция и Англия как бы немного над схваткой. Они как бы НАТО. Они вроде бы как уже не воюют с нами. Поэтому, исходя из того, что нашим главным противником в этой войне являлась якобы Турция, Турцию тоже заставляют отказаться от Черноморского флота. И таким образом Черное море провозглашается мирным морем, свободным от военных кораблей. Но Турции были свои дарданеллы, поэтому турки просто вывели Черноморский флот в Средиземное море. Еще одним пунктом мирного договора является то, о чем нас не пишут в учебниках, а на самом деле для нас это было наиболее тяжелым пунктом. Мы открыли полностью наши рынки для британских французских товаров. Николай I проводил очень протекционистскую политику, были высокие заградительные таможенные пошлины, импортные, на все, что производится в Британии и во Франции. Таким образом стимулировалось развитие отечественной промышленности. От всего пришлось отказаться. Они думали в первую очередь о деньгах, естественно. Британские товары наводнили российский рынок и многие наши предприятия разорились и позакрывались после этого. В целом за всю войну Российская империя потеряла убитыми от 100 до 250 тысяч человек. Почему мы не знаем точное число? Потому что не было статистики. И плюс не считали тогда умерших позднее от ран. Непосредственно наши потери в Крыму примерно 100 тысяч убитыми. Повторюсь, союзники потеряли больше. 130 тысяч потеряли вместе англичане и французы. Сколько потеряли турки, их никто не считал даже. Неизвестно. За годы войны в два раза обесценился рубль. То есть стопроцентная инфляция. Большой экономический кризис в России. Ну и это было, конечно, огромное политическое поражение. Потому что Россия в глазах всего мира перестала быть сверхдержавой. Нам пришлось остановить нашу экспансию в Средиземное море. Внутри страны поражение. Переживалось очень тяжело. Страна жила ведь не богата. А люди, когда живут хуже, чем соседи, им нужна какая-то компенсация за это. Компенсация какая может быть? Имперское величие. Зато мы вам всем зададим. Хотите на Париж, можем повторить. А тут оказывается, что имперского величия нет. Никакого. Никакой первой армии в мире нет. Все очень плохо. Героев много. Фицеры отличные. генералы лично в атаку ведут бойцов и гибнут вместе с ними. А система не работает. Поэтому цепь ошибок, приведших к такому результату, во многом обесценила все 30 лет упорного труда Николая. Все его геополитические достижения 30-х, 40-х годов во многом сошли на нет. Скрылись большие экономические проблемы, как я говорил, но это может быть и к лучшему на самом деле. В общем, получилось так, что Россия ошиблась, понесла большие потери. И были ли эти потери зря? Мы же подходим к окончанию нашего разговора. А я забыл вам совсем рассказать про этот мундир. Вот именно в таком мундире воевал Лев Толстой. Это мундир артиллерийского офицера. Только Лев Толстой был поручиком артиллерии, а это мундир капитана. У поручика здесь звездочки, у капитана звездочек нет, чистые погоны. Именно с таким черным бархатным воротничком, которым очень гордились артиллеристы. У всех остальных родов войск воротники были другого цвета, черные и бархатные только у артиллерии. Я уже не понимаю, каким чудом и мистическим проведением, но если вы помните, в советской армии у всех родов войск, связанных с техникой, у артиллеристов, у танкистов, у инженеров были черные петлицы бархатные. У меня отец инженер военный, черные бархатные петлицы. Вот они оттуда, из императорской армии. Артиллеристы, конечно, были самыми технически продвинутыми, самыми подготовленными, самыми знающими офицерами. Ну, сравнить их можно было только с морскими капитанами, потому что это тяжелая работа, требующая прекрасное знание математики, баллистики. Вот Толстой был таким. Но проведя на четвертом бастионе месяце севастопольской обороны, я забыл вам сказать, что один месяц нахождения в Севастополе приравнивалось к году воинской службы по выслуге лет. Поэтому многие рекорды, кто остался жив, год-полтора отвоевав в Крыму и на Севастополе, просто потом сразу уходили в деревню молодыми, как матрос-кошка. Он весь срок отслужил и в деревню. Возвращаясь к последствиям войны, империи нужны победы. Только победы оправдывают некоторые лишения и некоторые неудобства, которые могут испытывать жители империи. Пришлось объясняться, пришлось проводить реформы. Но история там для чего нужна? Для того, чтобы не наступать на грабли, стараться повторно. Надо трезво оценивать все, что было, и ошибки, и успехи, и достижения, и делать из этого правильные выводы. Во-первых, не надо в посыпании головы пеплом доходить до мазохизма. Крымская война была в целом неудачной. Но мы победили на всех театрах военных действий, кроме собственно Севастополя. На всех остальных мы показали себя самой лучшей стороны. И чисто в военном смысле слова, вот в военном, компания проиграна не была. Она была проиграна в политическом смысле. Мы оказались в международной изоляции, с развалившейся экономикой, недостаточно эффективной армией. Мы увидели все эти проблемы, они оголились, но мы не потерпели военного поражения, оставили Севастополь, но зато приобрели много чего в Турции в ответ. А все остальные фронты, все нормально. Другой вывод, который нам надо сделать из этого, что Россия умеет держать удар. И пройдя через эту неудачу, Александр провел самые эффективные, самые решительные, самые, наверное, успешные в истории нашей страны реформы. Он смог перезапустить страну, а уже внук, Александр Третий, произнес другую замечательную максимум, дополняющую эти экономические реформы, что у России есть только два надежных союзника. Помним с вами? Да. Это не Австрия и Пруссия, это армия и флот, а все остальные слишком боятся нашей громадности. Так оно и есть на самом деле. Если мы будем исходить из этого, из того, что нам удалось, несмотря на то, что мы были одни против всех, в военном смысле устоять, не победить, устоять. То, что мы смогли после этого перезапуститься и реформировать радикально в лучшую сторону нашу страну, то, что мы сделали выводы, полагаться во внешней политике только на себя, все благодушные священные союзы, лапзания, общечеловеческие ценности, джентльменское рукопожатие. Мы как джентльмены, мы друг другу поняли. Помните, как Николай говорил? Вы меня услышали, я вас услышал, согласны, расходимся, действуем по плану, как договорились. Мы не будем расширяться на восток, у нас общие интересы. Это все, к сожалению, в большой политике не работает. И те ошибки, которые допустил на последнем этапе своей жизни внешнеполитический доверчивый Николай, вплоть до Горбачева никто больше не допускал. На сто с лишним лет приобрели иммунитет. Поэтому и в этом отношении тоже крымская компания была тяжелой, невероятной, но в конечном счете полезной для нашей страны. Нельзя рассказать историю, не поставив точку, не объяснив последствия этой огромной военной кампании и, может быть, не рассказав о судьбах ее участников, наших героев, тех, о ком мы говорили. Знаете, это как в хорошем историческом кино, особенно когда кино основано на реальных событиях и там фигурируют реальные исторические персонажи, мне всегда нравится, когда в конце перед титрами говорится о том, как жили после описываемых событий герои этого фильма. Это оставляет всегда приятное послевкусие и понимание, что было потом. О том, что было потом с нашими героями, мы тоже сегодня поговорим. Парижский мирный договор заключается мир между всеми странами и участниками. С нашей стороны нашу делегацию возглавляет замечательный дипломат, руководитель третьего отделения Алексей Орлов, умудренный опытом политик 70-летний, постоянно чаевничает с глазу на глаз с Наполеоном Третьим и убеждает в том, что не в национальных интересах Франции чрезмерное усиление, будь то Британии или Австрии, что Россия в какой бы сложной ситуации в данную секунду, в каких бы отношениях нас в Франции не находилась, есть стратегический партнер, и для мира на континенте необходим баланс сил. Поэтому условия Парижского мирного договора марта 1856 года можно назвать нулевым вариантом. Как писали потом газеты в Париже, ознакомившись с текстом основными условиями подписанных соглашений, мы никак не можем понять, а кто же здесь проигравшая сторона. Действительно, фактически Россия не выглядела как проигравшая сторона. Основные позиции были следующие. Первое. Обмен территориями. Россия возвращала занятые территории в Турции, в том числе крепость Карс. Англо-французы возвращали нам Севастополь и занятые территории в Крыму. Второе. Демилитаризация Черного моря. Это означало, что и России и Турции как якобы главным противоборствующим сторонам предписывалось ликвидировать на Черном море военный флот. Для нас это было обидно, но не столь болезненно, потому что к этому моменту собственно Черноморского флота у нас уже и не было. Оставались только последние корабли. Все остальное, как я вам рассказывал, уже было либо затоплено, либо погибло в боях. Турция же просто вывела свой Черноморский флот через Босфор и Дарданеллы, Средиземное море, и формально Черное море целиком было демилитаризировано. Ну и наконец мы потеряли ничтожную территорию, маленький кусочек Бессарабии, и то отдали его не Турции, а отдали его княжеству Молдавии. Сравним с тем, что хотели англичане, австрийцы изначально, чтобы Россия лишилась Кавказа, Крыма, части Новороссии, всей Бессарабии, чтобы были уничтожены все военные крепости на побережье Черного моря, плюс к этому Николаев, Херсон, Бердянск, Мариуполь. Но все эти позиции России тогда удалось удержать, и это было очень важным итогом, потому что невозможно себе даже представить, как бы развивались события в ходе Первой мировой или Второй мировой, если бы Россия лишилась Кавказа с нефтью, Крыма, побережья Новороссии, Молдавии, там дальше шли амбиции в сторону Выборга, Карелии. Удержание этих территорий за нами, конечно, позволило потом России выстоять и в Первую мировую, и во Вторую мировую. Наполеон Третий, который по ходу Парижского мирного конгресса по сути начал защищать позицию российской стороны, вообще был хитрым политиком, интересным человеком. Мы мало что знаем про него и про это время, поэтому рассказ о судьбе героев Крымской войны и о том, что вынесла каждая страна после этого конфликта, я начну с Наполеона Третьего и с Франции. Это действительно интересно. Наполеон превратился в одного из самых влиятельных правителей в Европе и почувствовал себя в роли мирового арбитра. Он, конечно, воспринимал победу как моральное удовлетворение за поражение Франции в 1812-1814 году. Почему я говорю моральное? Потому что Россия никакой контрибуции не платила. Этого требовали горячие головы в Европе, но нам удалось, благодаря твердой позиции, этого избежать. Торжествует во Франции пышный имперский архитектурный стиль, так называемый второй ампир. Именно тогда Париж приобретает современный вид, но я имею в виду, конечно, центр Парижа. Центральную, небольшую часть, ту самую красоту, все, что находится за третьим кольцом, как у нас говорится, туда лучше не заезжать и не смотреть, это не очень эстетично. Но вот центральный Париж прекрасен, и прекрасен он потому, что при Наполеоне третьем барон Осман проводит тотальную перестройку столицы, исчезают средневековые улочки, появляются широкие бульвары зеленые, площади, появляется тот самый Париж, который мы знаем. В политике он берет курс на сближение с Россией, поддерживает неплохие отношения с новым русским императором Александром Вторым. Спустя 10 лет после окончания войны в 1767 году во время проведения всемирной выставки в Париже Наполеон Третий едет вместе с Александром и его двумя сыновьями в одной карете. Во время выезда с ипподрома кто-то выстрелил в экипаж. На самого Наполеона было совершено множество покушений во время его правления, как и на нашего Александра Второго. Гибло очень много людей, взрывались бомбы, это было сумасшедшее время в Европе, не только в России. И вот снова они едут вместе и опять какой-то террорист стреляет в карету. В последнюю секунду кто-то из охраны бьет террориста по руке, выстрел идет в сторону, убил лошадь. И вот не потеряв хладнокровие Наполеон Третий обратился к нашему Александру, сказал, ну вот сейчас узнаем кто стрелял. Если итальянец, а к этому моменту Франция уже заняла часть Северной Италии, отобрала ее в Австрии. Так вот, если итальянец, то это стреляли в меня. Ну а если поляк, ваше величество, то, наверное, в вас. Террористы схватили, им оказался поляк. К концу правления Наполеона Третьего Франция превращается во вторую промышленную державу континента. Объем промышленного производства вырос при Наполеоне в четыре раза. Это действительно был бум французской промышленности, французской буржуазии. Очень быстро он отобрал Савою и Нису. Началось быстро экстенсивное расширение французской империи. Сначала они вместе с Англией в колониальной абсолютной войне побеждают Китай. Это так называемая вторая опиумная война. Англичане хотели денег, требовали свободы торговли, в том числе и свободы поставки наркотиков на территорию Китая. Китай выплатил огромную контрибуцию, потерял часть территории, которая стала зоной свободной неконтролируемой торговли. Франция никаких территорий у Китая отбирать не стала, но начала с этого момента интенсивную экспансию во Вьетнам, Камбоджу, Лаос. Французский Индокитай появляется уже тогда. Наращивает Франция и влияние. Недавно я слушал интервью одного известного журналиста, который проводил параллели между Крымом и Алжиром. Крым наш, это все равно что для французов Алжир. Алжир тоже французов воспринимали как исконно свой, исконно французский, Алжир это Франция. Это не совсем так. На самом деле я напомню Крымское ханство, которое постоянно терзало южные провинции Российской империи, угоняло людей в рабство, перепродавало потом. Крым был прямым вассалом Османской империи. И разбираясь с Крымским ханством и добившись при Екатерине добровольной переприсяги крымских властей Санкт-Петербургу, Россия обрекла себя на большую войну с Турцией. Потому что Турция терять Крым не хотела. В Алжиром ситуация была совершенно иной. Алжир французы не отбирали у Османской империи. Они его подобрали уже будучи ничейным. Дело в том, что последнего турецкого пашу изгнали из Алжира еще во времена Петра I. И с тех пор на территории части Северной Африки было такое свободное пиратское государство. Де-факто оно, кстати, было признано европейскими дворами. Со временем с упадком пиратство пришло в упадок и это государство. Постепенно после Наполеоновских войн началось продвижение Франции в Алжире, массовое переселение туда французов. К середине 19 века Алжир был объявлен частью Франции. Так что не воевала с Турцией, с Османской империей за Алжир Франции. Она его просто захватила как ничейное государство. На Ближнем Востоке военная экспедиция в Сирию, захват нынешнего Ливана, это была первая попытка Франции забрать под себя весь Ближний Восток, сразу не получилось. Забрали потом окончательно как подмандатная территория уже после Первой мировой войны. Открытый в 1869 году Суэцкий канал был также построен при преобладающем французском участии. Франция контролировала эту важнейшую торговую судоходную артерию, соединяющую Европу, Средиземное море с Индийским океаном. Все у Наполеона получалось. Империя росла как на дрожжах. Шло интенсивное освоение колоний новых в Африке. Если мы посмотрим, например, на карту Африки конца 19 века, то мы увидим, что вся ее верхняя часть центральная, традиционно французского лилого-сиреневого цвета, часть Африки темно-зеленая, начиная с Египта, это английская Африка, Египет, Южная Африка, часть Африки небольшая станет германской, бельгийской, португальской. Африка разобрана целиком на колонии ведущими европейскими державами, ну и оттуда выкачивается все, что можно выкачать. Я упомянул Австрию, которая вскоре после Крымской войны потеряла свои владения в Италии. Австрия повела себя предательски по отношению к Николаю I. И это невероятная неблагодарность и государственная, и личная императора вышла ему боком. Он стал объектом всеобщего презрения. Предателей никто не ценит и никто не любит. От него отвернулись все. Он-то рассчитывал, не вступая в войну напрямую против России, поживиться и получить молдавские княжества, ничего не вышло. Войска оттуда ему пришлось вывезти. На территории образовавшихся, а потом объединившихся вместе Молдавии и Валахии вскоре образуется новое государство, это тоже последствия Крымской войны, Румыния. А Австрия будет тут же издевательски унижена своим союзником Франции, которая отберет у нее часть территории и поспособствует созданию большого независимого итальянского государства. В газетах писали, что Австрия выглядит на переговорах в Париже как выжатый лимон, из которого Англия и Франция выжали все соки для своего five o'clock английского чая. И потом эту тухлую кожуру ненужную выбросили. Такова судьба всех предателей. Так вот, у Наполеона Третьего все получалось. Французская империя растет как на дрожжах и, как всегда бывает, головокружение от успехов. Взорвался. Решил влезть в американские дела. Он все-таки был хороший дипломат, заручился поддержкой на тот момент Англии и Испании. Вместе с союзниками Франция вторгается в Мексику. Формальный повод постановления Конгресса Мексики о временном прекращении обслуживания иностранных долгов. Просто обалдеть, какой повод. Вы знаете, вот меня всегда поражает в мировой политике немыслимый продолжающихся на протяжении всей истории двойные стандарты. Иван IV начал Ливонскую войну, Иван Грозный, имея вот такой вот повод на протяжении, ну, помимо реальных причин, очень хотелось подмять под себя ослабевшее Ливонское государство и получить нормальный выход к Балтийскому морю, хорошие гавани, порты. Но был и вот такой повод, потому что Ливонский орден был очень много денег должен Москве. И на протяжении, по-моему, лет 100, если не 150, вообще ничего не платил. Это была стародавняя, по-моему, Юрьевская дань еще с каких-то времен, чуть не Александра Невского. Поэтому вот такой повод в европейской историографии Иван Грозный. Кто? Ужасный, терибль, агрессор, напал на несчастных Ливонцев, немцев, то бишь, в Прибалтике. А вот когда Франция, Англия и Испания через океан атакуют Мексику под предлогом временной задержки обслуживания иностранных долгов, это в порядке вещей, это так и должно быть. Ну, правда, война-то не очень задалась, вскоре англичане и испанцы тихо свинтили, ретировались, но Наполеон III уперся, поставлял туда все новые-новые резервы, части воинской артиллерии, в конце концов, занял Мехико. Идея, конечно, была не оккупировать Мексику, превратив ее во французскую провинцию, это было бы уже слишком, Мексика огромная страна. Сделать из Мексики такую полузависимую, полувассальную, но самостоятельную державу под громким названием Мексиканская империя в качестве императора был выбран молодой, симпатичный юноша, уже не юноша, уже лет за 30 ему, младший брат того самого Франца Иосифа, императора австрийского. Максимилиан и был проразглашен с подачи Наполеона III императором мексиканским. Если бы Максимилиан чуть лучше знал историю, он бы, наверное, какой-то выбрал бы себе другой царский титул, не император, потому что предыдущий император Мексики несколько десятилетий до этого был расстрелян, а если посмотрим совсем глубь веков, то император Монтесума был испанцами повешен, но Максимилиан австрийский стал мексиканским императором, кстати, был неплохим человеком, весьма благородным, герой фильма «Унесенные ветром», благородный, порядочный плантатор. Кстати сказать, Максимилиан активно симпатизирует и даже поддерживает конфедератов. Конечно, после поражения юга североамериканские штаты это Максимилиану не забыли и начали в свою очередь активно поддерживать мексиканскую оппозицию. Бесконечная афганского образца гражданская война. Держится Максимилиан исключительно на небольших верных ему частях, и французской поддержки. А после того, как французский экспедиционный корпус в конце концов эвакуировался, участь Максимилиана была решена. Собственно, небольшая армия его не спасла. Он был повстанцами взят в плен и вместе с небольшой группой остававшихся верными ему генералов, по старинной мексиканской традиции, император Максимилиан был расстрелян по приговору военного суда. Несмотря на все протесты мировой общественности, письма писателей, художников, все были этим возмущены все-таки на дворе вторая половина XIX века, а он как-никак император, родной брат австрийского императора. Это не помогло. Кстати, кто любит живопись французских импрессионистов, посмотрите в интернете работы знаменитого Эдуарда Мане. У него есть целая серия ярких картин, посвященных как раз мексиканским событиям той поры и расстрелу мексиканского императора. После этого у Наполеона III все не заладилось. Дальше была крайне неудачная война с Пруссией, известная франско-прусская война, Парижская коммуна, свержение монархии. Наполеон III был не робкого десятка, хотя ему уже было на за 60. Он лично прибыл на передовую, в седане и попал в плен после разгрома французской армии. Когда император в плену, войну продолжать очень тяжело. Франция признала унизительное поражение, потеряла Эльзас и Лотарингию. Германия, в свою очередь, объединила окончательно все германские земли, княжества, существенную часть Австрии, начала сама интенсивную клониальную политику. Именно тогда появилась германская Намибия в Африке, германский Камерун, часть германской Танзании. Наполеон оказался сначала в плену, потом отпустили в Англию, потом в Лондоне в эмиграции, долго болел, ему сделали несколько операций, во время одной из которых он и скончался. У Монопарта был один единственный сын, родился он уже когда Наполеон стал императором Франции. По французской традиции роды проходили, как вы понимаете, публично. Присутствие не только акушеров, это поразительная европейская традиция, она меня всегда шокирует. Вот эта вот публичная брачная ночь при многих европейских дворах первая и публичные роды наследника. Ну вот родился, симпатичный парень был, невысокого роста, храбрый, все звали его маленький принц, он жил в Англии, записался в британскую армию лейтенантом, добровольцем, поехал в Африку, Англия вела активные колониальные войны с королевством Зулусов, любителей исторического кино. Посмотрите английские фильмы и старые, добротные, годов 60-х, 70-х, Зулусы, Рассвет Зулусов, там целая серия. Британцы любят из ничтожных по нашим меркам, по масштабам воинских стычек делать легендарные, масштабные, духоподъемные кинополотна. Вот в одной из стычек с Зулусами последний из Бонапартов упал с лошади, порвалась подпруга, говорят, это была очень дешевая, подгнившая, что-то там лопнуло, он упал, лошадь потащила всадника, Зулусы за ним погнались, в общем, потом на трупе нашли 18 дырок от Зулусских копий. Мне это все напоминает гениальный перевод Маршака старинной английской баллады, помните? Не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала, лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит, враг вступает в город, пленных не щадя, от того, что в кузнице не было гвоздя. Вот от того, что у молодого лейтенанта Бонапарта была дешевая подпруга, рухнули мечты бодомбартистов. Это был последний реальный претендент на французский трон. С тех пор Франция республика, когда молодого маленького принца привезли в Англию, тысяча бонапартистов приехало с Франции на похороны, они искренне рыдали, потому что маленький принц был их последней надеждой. Когда мы читаем детям прекрасную повесть французского писателя Сент-Экзупери, кстати, военного летчика, его маленький принц, он тоже такой отчаянно храбрый, отважный, бесшабашный, куда-то в неизведанные миры полетел. Мы должны понимать, кого имел в виду Сент-Экзупери, когда придумывал эту замечательную, романтичную, грустную детскую повесть. Ну вот теперь, поскольку мы все рассказали о послевоенной судьбе Франции и Наполеона Третьего, и даже последнего из Бонапартов, давайте поговорим и о маршалах, которые воевали в Крыму более известны два. Первым я упоминал по ходу нашего рассказа маршал Сен-Арно, тот самый невероятный судьбы персонаж, истинный когда-то из армии, чуть ли не за воровство и дезертирство, подрабатывавший актером, учителем фехтования, в конце концов ставший военным министром Франции уже при Наполеоне Третьем, он начинал крымскую кампанию, но он болел холерой и скончался в самом начале кампании. А вот завершал ее известный, маршал Пелесье, этот бояка был очень твердого характера, его уважали солдаты, он был совершенно беспощаден по отношению как к себе, так и к своим подчиненным, легко и изящно посылал на смерть тысячи и тысячи французов, но делал то, что считает нужным, говорят, упорно игнорировал все инструкции, присылая ему из Парижа, даже за подписью Наполеона Третьего, как настоящий профессиональный военный, воевал не так, как ему указывают политики из-за тысячи миль, а так, как он считает нужным на месте. В общем-то, это и обеспечило в конце концов главную победу в его жизни, взятие Малахова-Кургана, за что маршал Пелесье, как его не недолюбливал Наполеон Третьим, стал герцогом Малаховским, дюк Малахов. Мы помним, что сам Малахов-Курган носит название по имени скромного русского капитана Малахова, командира роты, который когда-то что-то, какие-то позиции на этом Малаховом Кургане строил или жил рядом с Малаховым Курганом еще задолго-задолго до Крымской войны. Так вот, Малахов-Курган и русская фамилия капитана стройбата Малахова и знатная французская герцогов Малаховых. Он прожил еще лет десять, этот маршал Малахов, после войны. Стал, кстати, генерал-губернатором того самого французского Алжира, где и скончался. Какие последствия имела Крымская война для других стран-участников либо свидетельниц активных этих событий? Ну, про Австрию я вам сказал и больше возвращаться к этой нехорошей в том моменте стране мы не будем. Пруссия военные действия так и не ввязалась ни на нашей стороне, ни на стороне англичан и французов, как те не давили. Сэкономленные силы и средства направила впоследствии на объединение всех германских земель. И в конце концов Германию объединила, создав Германскую империю. Так что не участвовавшая в войне Пруссия сильно выиграла. Выиграли и Соединенные Штаты, которые тоже не участвовали, смотрели из океана. А потом, когда России показалось, что она не сможет защитить Аляску в случае чего, скажем откровенно, безвозмездно, то есть даром, за 7, по-моему, миллионов 200 тысяч долларов приобрела Аляску. Эти деньги не потерялись, не утонули нигде по дороге. Нет, они были, как бы сейчас сказали, эффективно проинвестированы в строительство Московской, Рязанской железной дороги. Причем, я думаю, на всю дорогу их не хватило, только на какую-то часть. Понимайте, что дорога многократно с той поры уже модернизирована. Есть Аляска, одна из самых богатых, нефтеносных, золотоносных частей Соединенных Штатов Америки. Турция сделала из войны правильные выводы. Она провела, так же как и мы, реформа, и это позволило Турции, в общем-то, протянуть еще 50 лет до конца Первой мировой. Швеция. Швеция очень хотела ввязаться в войну. У нее аж зудило. Это была очередная, 39-я попытка Швеции отомстить еще за поражение от Петра Первого, отомстить за Полтаву. Но 39-я попытка не состоялась, потому что Швеция так и не решилась напасть на Петербург с севера. Зато она почему-то по ходу Крымской войны строила вдоль всей шведско-финской, ну, правильнее сказать, шведско-российской границы укрепление и стену специальную, опасаясь, видимо, русской интервенции. Ну, вообще строительство стен на границе. Это теперь национальная такая скандинаво-прибалтийская забава. Да еще и поляки в это вписались, эстонцы храбрые, латыши, литовцы. Все эти жертвы американских фантазийных сериалов любят тратить деньги на стены, не понимая, что в истории никогда ни одна стена никого ни от чего не спасала. Румыния, появление независимой Румынии, это прямое следствие Крымской войны. Ну, и Англия, самое главное. Как обычно, из всех участников активных боевых действий Англия понесла самые маленькие потери. По разным оценкам 25, 30, 35 тысяч человек. Это не 200 тысяч примерно наших потерь российских на всех фронтах вместе взятых. Это не за 100 французских, это не несчитанные никем турецкие. Даже эти 20-30 тысяч принудили англичан провести целую серию больших военных реформ. Она вообще стала главным выгодоприобретателем по итогам Крымской войны. Именно тогда Англия и стала фабрикой мира, главным товаропроизводителем, как Китай сегодня. Кстати, на пятки англичанам наступала Германия. Германия конкурировала с Англией ценами, то есть демпинговала. Сложно себе это представить. Два главных товарных производителя, конкурирующих ценами, Англия и Германия. Несмотря на то, что в отношении России англичанам тогда достичь успеха не удалось, как империя, где никогда не заходит солнце, Великобритания после Крымской войны не имела себе равных. Спустя два года всего лишь после подавления Сипаев, помните, то самое восстание Сипаев, на стороне которых, кто читал Жюля Верна, воевал будущий капитан Немо, вот после подавления этого восстания Англия окончательно формально присоединяет Индию. Британская Индия, возглавляемая вице-королем, это огромная территория, огромная, она включает всю современную Индию, современный Пакистан, Бангладеш и Бирму, большую ее часть. Вот эта вся громадная территория называется Британской Индией и входит в состав Британской империи. Англия ввязывается в драку за Африку, оккупирует именно тогда Египет, отжимает постепенно у французов Суэцкий канал, захватывает новые территории на юге, значительная часть африканского континента, темно-зеленая, темно-зеленая английская, пополаме с лилово-сиреневой французской Африкой. Противоречия с Россией никуда не делись? По мере продвижения России в Среднюю Азию с еще большей силой разворачивается большая игра. Англия старается контролировать Афганистан, драка Медведев с Китом, драка Российской и Британской империи назревает. Англия доблесть на поле боя, Виктория Кросс, крест Виктории и первая партия этих крестов отливается из русских пушек, захваченных в Севастополе. Сто человек по итогам Крымской войны награждается лично королевой Виктории за храбрость. Это, между прочим, и по сей день 10% от всех награжденных крестом за всю историю Великобритании. То, что происходило тогда, они считали не без оснований, я думаю, высшим проявлением воинской доблести. Об англичанах как людях, о наших героях, о ком мы говорили. Маршал Роглан, фельдмаршал, с ноября 1854 года. Он умирает под Севастополем от холеры и депрессии, потому что у него ничего не получалось тогда. Останки его перевозятся в Англию и захоронены в фамильном склепе поместья Бэдминтон. Бэдминтон это тоже оттуда, от Роглана, не только плащ. Именно там в поместье Бэдминтон была построена первая правильная площадка для игры с валанчиком. В честь Роглана названы улицы, площади и даже город в Новой Зеландии. Наш старый знакомец лорд Кардиган, тот самый, который не только жакет, но и который командовал «Атака легкой кавалерии». Сославшись на плохое самочувствие, в конце 1954 года он возвращается на собственной яхте в Англию. Там его, понятно, встречают как герои. Он ходит по всем приемам, рассказывает о добрости своих кавалеристов, хвастается своими подвигами. Кстати, опять же, говоря о старом добром английском кино, я недавно пересмотрел, так и называется «Атака легкой кавалерии». Посмотрите, очень характерный образ лорда кардигана. В общем, врал он, как Мюнхгаузен, врал на порполую, у него сложилась со временем такая очень сомнительная репутация, но зато это способствовало популярности его стиля одежды, его вот этого жакета кардигана. Он выходит подставку, время проводит, как полагается английскому аристократу, скачки, охота, стрельба по фазанам, ну а дальше, как у Наполеона, того, Наполеона Старшего, как он говорил, от великого до смешного один шаг, и уцелевший в самоубийственной атаке на русские позиции своей легкой бригады, лорд кардиган погибнет, упав на скачках с лошади и сломав себе шею. Я не поленился, посмотрел, живы ли потомки лорда кардигана, существует ли титул? Да, есть наследник, прямой, маркиз Элсбери Дэвид Брантенел Брюс граф кардиган, сын восьмого маркиза Элсбери, язык сломающийся этими аристократами. Это тридцать первый наследственный смотритель Савернейкского леса, единственного частного леса в Англии, и владелец соответствующего поместья Савернейк, которое никогда не продавалось в другие руки на протяжении последних тысячи лет. Считается, что дела вот этого с непроизносимым длинным титулом последнего лорда кардигана финансовые не так хороши. Он даже регистрировался на бирже труда и обучался профессии водителя грузовика. Я думаю, что по чесноку как говорится все это пиар, все там не так плохо. Поместье в итоге не продал, шофером не работает, все у них наладилось. Дети у него, кстати, есть. Титул не пропадет. Во время Ялтинской конференции знаменитой 1945 года, когда уже все разъехались, Черчилль остался на пару дней вместе со своей дочерью, и он поехал в Севастополь посмотреть ту самую долину смерти, где шла атака легкой кавалерии. Побывал на Балаклаве. Дело в том, что Черчилль в молодости служил как раз кавалерийском полку, который принимал участие в Хрымской войне и в осаде Севастополя. И вот Черчилль так описал свои впечатления. Днем 13 февраля я побывал там вместе с начальниками штабов и русским адмиралом. Оглядывая местность, можно было себе представить ту ситуацию, с которой столкнулся лорд Роглан около 90 лет назад. Мы посетили его могилу утром и были поражены той заботливостью и вниманием, с которым за ней ухаживали русские. Ну, вообще с заботой и вниманием ухаживаем за могилами всех военных, в том числе и наших противников, такая уж у нас национальная слабость. Ну, правда, тут лорд Черчилль немного перепутал, ведь ему не очень хорошо узнал эту историю. Он не понял, что там нет могилы Роглана. Роглан-то был похоронен в итоге в Англии, его останки перевезли туда, а там просто плита на кладбище с надписью «Здесь умер лорд Роглан, но не захоронен». Я так долго рассказывал про британских кавалеристов от кардигана до Черчилля, что не могу мне показать тут пару симпатичных предметов музейных, касающихся как раз нашей кавалерии. Вот эта вот сумочка замечательная, такая серебреная, это сумочка для пороха. Я не буду ее открывать, ее можно так расстегнуть, открыть, все-таки музейная вещь, туда порох засыпали и носили на перевязи. как-то вот так. Она полностью утратила свой практически смысл. Но вот обратите внимание, когда президентский полк проводит какие-то официальные мероприятия в конном строю, там как элемент исторически русской императорской военной формы, эта сумочка присутствует. А вот еще более интересная вещь, редкая и подлинная, эпалеты лейб-гвардии конного полка. Вот того самого лейб-гвардии конного полка под командованием Алексея Орлова, который атаковал корей декабристов на Сенатской площади. Я вам уже рассказывал по эпалетам определить звание, это эпалеты ротмистра, то есть капитана кавалерии. Бахрамы нет, поскольку это самый старший из младших обер-офицерских чинов. Звездочек тоже нет, потому что звездочки только у поручика, подпоручика, вот у ротмистра чистый погон. Потом дальше, соответственно, подполковника звездочки появится. Вернемся теперь к нашим героям. В феврале 55-го года сильно прослуженный Николай I в одном мундире едет в Манеж петербургский на улице минус 20, смотреть на то, как маршевые батальоны отправляются на фронт. Тяжелейшее воспаление легких, как писал потом злобный Герцен у Николая Евпатория в легких. Дело в том, что за пару месяцев до этого у нас прошла очередная неудачная попытка наступления в районе Евпатории. И вот Евпатория в легких и государь скончается. Когда побываете в следующий раз в Петербурге, еще раз прошу вас обязательно отойдите от Исаакиевского собора и посмотрите внимательно на памятник Николаю Первому. Это чудо инженерной мысли. Обойдите вокруг него. Там барельефы, на которых изображены важнейшие деяния Николая Павловича. Ну вот на этих барельефах Крымской войны как раз нет. Там есть реформа законодательства и строительство железных дорог, подавление мятежа декабристов, борьба с эпидемией холеры. Но Крымской войны нет. Этим мы не гордились. Менщиков Александр Сергеевич, главнокомандующий группировкой в Крыму, главнокомандующий Черноморским флотом, морской министр, был объявлен главным виновником всех неудач нашей армии. В феврале 55-го года отстранен от командования, есть даже миф о том, что это было якобы последнее распоряжение Николая Первого. После смерти императора официально смещен со всех постов. И вот этот некогда храбрец, помните, он весь изранен был в войну 812 года в молодости, храбрец, остряк, библиофил, но неудачно командовавший нашими войсками в Крымскую войну князь, проживет еще долгую жизнь. Он умрет за 80 у себя в подмосковном имении, недалеко от города Клин, имение это будет потом разрушено, могила утрачена, но сейчас там стоит храм неподалеку, и в этом храме памятная доска, доска эта отлита из винта атомной подводной лодки. Моряки помнят своего старого морского министра, по инициативе петербургских моряков там в селе установлен и бюст Менщикову, совсем недавно, так что мы его помним. Эдуард Иванович Татлебин после войны занимался совершенствованием и укреплением Кронштадта, изучал фортификацию в Германии, Франции. Александр Второй назначит его руководить главным инженерным управлением военного министерства, и под руководством Татлебина будут усилены многие военные крепости Российской империи. Эти крепости вооружались нарезными орудиями, разрабатывалась новая система оборонительных линий, строились современные новые передовые укрепления. Среди крепостей, переоборудованных Татлебином, будет крепость, которую знает каждый из нас, и в основе укреплений, которых стоит план Татлебина. Это Брестская крепость. Да-да, та самая ее тоже делал Татлебин. Он будет награжден высокими наградами, Цветым Георгием Второй Степени, Андреем Первозванным, возведен графское достоинство, умрет спустя много лет в Германии, находясь на лечении. По повелению уже Александра Третьего, Татлебина похоронят на Братском кладбище в Севастополе. Князь Горчаков Михаил Дмитриевич, тот самый, который сменит Менщикова на посту командующего Крымской армии. Честный князь, как называли его солдаты. Он не сильно переживет войну. Будет известен тем, что именно при нем мы покинем южную часть Севастополя. Он же будет командующим самым неудачным сражением последнего этапа войны, сражение на Черной речке. Многолетний зам Паскевича, начальник его штаба, он в итоге вслед за Паскевичем станет после войны наместником в царстве польском, по его завещанию. Тело его будет предано земле там же, в Севастополе, в городе, с которым он не расставался в сердце никогда, на Братском кладбище. В браке князь Горчаков имел шестерых детей, и вот его дочь, мама нашего будущего прославленного премьер-министра Петра Столыпина. Петр Столыпин прямой внук князя Горчакова. Видимо, все-таки у князя были действительно хорошие честные гены. Даша Севастопольская, первая сестра милосердия. За подвиги во время Севастопольской обороны награждена Николаем Первым золотой медалью за усердие. Это редкий случай, поскольку такой медалью награждались лишь те, кто до этого последовательно имели три серебряных медали. Но история с Дашей была исключительной, она получит золотую медаль сразу, а также 500 рублей, причем будет объявлено, что по выходу замуж ей будет пожаловано еще тысяча рублей серебром. Этот приказ был оглашен по всему Черноморскому флоту, но и вот так Даша стала завидной невестой, с хорошим приданным. В 1855 она выйдет замуж за рядового моряка, они купят трактир в поселке Бельбек, там, где сейчас рядом с Севастополем военный аэропорт, а после смерти мужа она вернется в Севастополь, где и проживет до конца своих дней. Есть известная история, она растиражирована в интернете, про то, что Даша прожила чуть ли не 90 лет, дожила до начала 20 века и принимала участие в каких-то мероприятиях, в торжествах в Севастополе в канун Первой мировой войны. Посмотрели внимательно, вы знаете, нет, это, честно говоря, неправда, больше похоже на легенду, никаких документальных подтверждений истории ее такого необычайного долгожительства нет. Похоронена она, была на городском кладбище обычном, а сейчас этого кладбища нет, его давно снесли, такова жизнь. Главное, что мы помним Дашу Севастопольскую. Матрос-кошка, как мы помним, сразу после окончания Севастопольской кампании уехал в село, потому что месяц службы в Севастополе приравнивался к одному году службы по рекрустскому набору в любом другом месте. И таким образом эти полтора года Крымской кампании позволили кошке сразу стать свободным молодым человеком. Он получил хороший пансион, жил в достатке, был очень популярен, по одной из легенд кошка стояла на батарее рядом с кем-то из адмиралов, и в этот момент рядом упало ядро. Кошка как-то сориентировался, схватил это ядро, уж не знаю как, и бросил его в огромный котел с кашей. Каша была, видимо, недоварена, фитиль потух, ядро не разорвалось. Адмирал похвалил кошку за находчивость, что кошка и ответил, спасибо, ваше высокопреосходительство, доброе слово, оно и кошке приятно. Ну, так либо иначе, не знаем точно, спас его адмирала таким лихим образом, но мы точно знаем, как умер матрос кошка. Уже будучи не молодым совсем, он увидел, что в прорубь провалилось зимой две девочки маленьких, полез их спасать. Девчонок спас, сам промок с ног до головы, тяжело заболел и умер. А девочки остались живы. Могила кошки, к сожалению, не сохранилась. Николай Иванович Пирогов, добрый гений севастопольской обороны. Вернулся после войны в Санкт-Петербург и на приеме Александра Второго сделал подробнейший доклад о проблеме в войсках и не только о проблемах медицины, но и об отсталости в вооружениях, о недостатках снабжения. В общем, все сказал, как есть. К этому моменту ему была назначена уже большая пожизненная персональная пенсия, сохранился размер ее 1849 рублей и 32 копейки в год. Это было более чем достаточно для спокойной жизни, но он продолжал работать, преподавал, учил врачей. Как-то раз Германии Пирогову рассказали о тяжелом ранении знаменитого итальянца Гарибальди. Гарибальди умирал. Пирогов согласился его осмотреть. Никакого рентгена. В результате нашел, представьте себе, у пациента прославленного итальянского освободителя, незамеченную другими врачами пулю. Пулю извлекли, и вот, по всеобщему мнению, именно Пирогов тогда спас жизнь Гарибальди. Потом Пирогов уединился в своем небольшом имении, недалеко от современной Винницы, где организовал бесплатную больницу для крестьян. К этому моменту он уже действительно тайный советник, это высокий генеральский чин, автор и разработчик всех технических так называемых наборов для врачей и аптечек. Как человек системный, Пирогов разработал те самые обязательные чемоданчики для врачей с набором инструментов, шприцов, приспособлений, которыми в империи снабжались все, начиная от фельдшера и земского врача до столичного хирурга. Мы совершенно точно с вами знаем, что все врачи от Антона Павловича Чехова до Михаила Булгакова в своей работе обязательно использовали эти наборы чемоданчики Пирогова. Поселившись в имении, он не только бесплатно лечил крестьян, он еще и заботился о здоровом образе жизни. Он все-таки действительно тайный советник, необык кто. Добился от местных властей закрытия в районе, в уезде всех кабаков вообще. Однако, когда началась русско-турецкая война 1877 года, спустя 20 с лишним лет. О Пирогове вспомнили. И несмотря на самый почтенный возраст, он отправился в Болгарию, он вновь организует лечение солдат, уход за ранеными, больными, он проехал сотни километров на бричке, посещал русские военно-временные больницы, дивизионные лазареты, аптечные склады, везде вводил систему и снова и снова спасал сотни тысяч солдатских и офицерских жизней. Пирогов умрет у себя в имении, сам себе поставив неутешительный диагноз, ожидая смерти и дав распоряжение в научных целях забальзамировать свое тело. На это будет получено официальное согласие Священного Синода. Забальзамированное тело Пирогова будет полузахоронено ниже уровня земли специальной усыпальницы, а вскоре над ней построят церковь. Это отнюдь не мавзолей Ленина? Нет. Все формальные церковно-православные требования к захоронению трупа будут соблюдены. И официально гробница Пирогова сейчас именуется церковь Некрополь. И после своей смерти Пирогов продолжает служить науке. Поскольку я рассказывал вам о нашем великом враче Пирогове, не могу не отреагировать на один из комментариев к нашему курсу. Я подчеркну еще раз, что я очень люблю ваши комментарии, вопросы, письма. Стараюсь все их читать и на 99,9% это очень полезное, доброжелательное и интересное обращение. Спасибо вам за них. Но без ложки дегтя не бывает. Кое-кто из товарищей, умеющих тыкать пальцем в кнопки на компьютере, реализует себя таким легким хейтом. И вот вчера получаю я комментарий к лекции о Спиранском. Такие граждане никогда не пишут по своей реальной фамилии, именем. Вот некий персонаж, спрятавшийся под никнеймом Макс Румы мы пишет Мединский. А много от тебя пользы-то было России? Ты сам много памятников поставил врачам? Я-то рассуждал о Спиранском, говоря о том, что хорошо, когда памятники стали гражданским лицам врачам, не только военным. Ты вообще в России-то сейчас? Вежливо и сердито. Вообще я в России, метро Калужская, Москва, студия, записываюсь на следующий день после вашего письма. А по поводу много ли я памятников поставил врачам? Перед лекцией попросил помощника взять несколько фотографий памятников, которые мы поставили врачам. Это вообще не наша работа, это зов сердца. Не все, все не было времени искать, но кое-что мы нашли наше. Вот Тула, военным врачам, медицинским сестрам, 2015 год. Рядом со зданием военного госпиталя. Вот мемориальная доска руководителю фонда Красного Креста помощи России. Очень помогала много нашим медработникам, госпиталям. Удивитесь, но это жена Черчилля, Клементина Черчилля, награждена орденом Трудового Красного Знамени. Хорошие были женщины тогда английские. Город Ростов-на-Дону. А вот Ставрополь, бюст сестре милосердия, Риме Ивановой времен Первой мировой. Рима Иванова награждена Георгиевским Крестом за храбрость. Полный кавалер ордена славы уже советские. Санинструктор Матрена Ноздрачева Ставрополь. Город Химки. Здание бывшего военно-эвакуационного госпиталя. Памятник военным врачам медсестрам 2016 год. Военный врач, медсестра и видимо выписывается боец Красной Армии. Типичные двери в старых госпиталях. У нашей медицинской службы, это невозможно поверить, в годы Великой Отечественной войны были лучше показатели по возвращению раненых на фронт и в мирную жизнь, чем у немцев. Наши врачи, наша система была лучше, чем у них. Наверное, во многом поэтому мы и победили. А вот человек, который сейчас знают все, потому что сейчас есть орден Святого Луки для врачей, кстати, равно как и медаль, по-моему, Пирогова, раскрученное после ковида имя, а тогда это было где-то лет 10 назад, никто и не знал. Вот бюст святителю Луке, знаменитому хирургу Войной Осинецкому, один в Московской области, на территории военного госпиталя, один в Тамбове. Еще несколько лет назад мы и третий поставили в одной московской больнице, просто нет фотографии. А вот пару месяцев назад мы устанавливали памятник в Ростове-на-Дону, прекрасный памятник прекрасному человеку. Почему в Ростове-на-Дону? Потому что это парк у здания Ростовского мединститута, сейчас медицинский университет, который этот прекрасный человек и прекрасный врач закончил. Это никто иная, как Зинаида Ермольева, академик, изобретатель советского пенициллина. Та самая, про которую прекрасный советский сериал «Открытая книга», прекрасный роман Вениамина Каверина, та, которую во всем мире называли «Госпожа пенициллин». Она спасла, наверное, уже не тысячи, а сотни тысяч жизней, а может быть и миллионы. Прекрасный, первый ей в истории памятника. Так что, товарищ Румы-Амэ, там, хэх-сэ-сэ, как у вас там? Теперь внимательно посмотрите в зеркало и задайте себе вопрос «А что хорошего сделали вы?» Возвращаемся к Севастопольской обороне. Адмирал Корнилов погиб в первый день Севастопольской обороны, похоронен в соборе Святого Владимира вместе со своим Дмитрием Лазаревым вместе со своими товарищами Нахимовым и Истомином. Его имя присвоено Центральная набережная Севастополя. В Севастополе прекрасный памятник. Недавно проезжая по Калужскому шоссе около Фуд-сити, я с удивлением увидел, что там тоже есть улица адмирала Корнилова. Да-да, того самого. Наверное, странное, конечно, место для улицы, но то, что есть улица, это хорошо. Может быть, это будет повод проживающим там людям как-то обратить внимание, вспомнить, о каком Корнилове идет речь. Адмирал Истомин, командовавший нашей первой линией обороны, шивший на Малаховом кургане, ему снесет голову ядром в марте 1855 года. Похоронят в соборе рядом с Лазаревым и Корниловым. У Истомина было четыре брата, и все четверо братья служили на русском императорском флоте. Один утонул совсем молодым, еще будучи морским кадетом, второй тоже до войны, во время кораблекрушения. А двум посчастливилось, они остались живы, сделали на флоте блестящую карьеру, стали тоже адмиралами. Так что из пятерых Истоминах три адмирала. Еще об одном герое Севастопольской обороны мы тоже, наверное, не должны забывать. Этот молодой офицер выйдет в отставку сразу после окончания боевых действий. Он с тех пор всю жизнь будет ненавидеть войну. создаст свою собственную околорелигиозную философскую систему и станет, наверное, одним из самых знаменитых русских писателей и, безусловно, самым влиятельным, самым большим моральным авторитетом в России и Европе. Это Лев Николаевич Толстой, поручик артиллерии. Ну и, конечно, мемориалы. Мемориалов много. В России это Малахов курган, замечательно восстановленный, отреставрированный в последние годы федеральный памятник. Это севастопольская панорама. Это бесчетное число памятников героям севастопольской обороны. Ну и, конечно, это рождение самой легенды города Севастополя, потому что Севастополь, город русских моряков, он родился именно там и тогда, на курганных батареях. В Лондоне это мемориал Крым в центре города. Говорят, восемь, по-моему. Улиц Альма это улицы Инкерман, Балаклава, Роглан, рассыпанные по всей британской топонимике. Ну и Париж, набережная Альма, одноименный мост, туннель, где, кстати, разбилась принцесса Диана, бульвар Севастополь и бесчетный Малахов и Балаклава кафе. Вы, наверное, ждете от меня какой-нибудь грустной сентенции на тему «Были люди в наше время, не то, что нынешнее племя, богатыри, не вы». Я с вами не соглашусь. Всем всегда казалось, что Вторая оборона Севастополя такой же отчаянной, такой же бесстрашной быть не может. А прошло несколько десятилетий, и Севастополь показал фашистской Германии, что ничего не изменилось. И Вторая оборона была, ну, наверное, еще более героическая, чем Первая. Это говорит о том, что времена меняются, люди остаются те же самые. Поэтому, если надо, если прижмет, то будет и Третья оборона Севастополя, и Четвертая. И стоять Севастополь будет вечно, только если мы сами вдруг от него не отречемся. не отречемся от завета Николая Первого, помните? Там, где единожды поднят русский флаг, там он спускаться не должен. Давайте эти слова Николая Павловича запомним навсегда, потому что самое главное в истории это помнить. А в этом, собственно, и есть главный завет нашей русской истории. Спасибо вам за внимание и до следующих встреч. Продолжение следует...